Ну что, еще раз всем привет. Давайте поаплодируем сами себе за то, что мы сегодня здесь все собрались. Это наша первая конференция за два года. Она действительно международная. Вы где-то можете слышать, что кто-то шепчется рядом, а это переводчики переводят, потому что у нас сегодня много иностранных гостей. Меня зовут Павел Филиппов. Я сегодня, можно сказать, буду и ведущим, и выступать буду на этой сцене с интересной информацией. Кроме меня сегодня выступит Сергей Семенов, директор Solar Group, представители компании Sovelmash, Александр Сударев, например, которого вы часто видите на «Экспертном времени» и других видеозаписях. Также сегодня будут люди, которые развивают технологию, например, Андрей Лобов, Виктор Арестов, которые по онлайн-связи подключатся. Конечно, Павел Шацкий, который расскажет про наши финансовые результаты, про цифры. И даже, я вам открою секрет, сегодня будет названо количество проданных долей. Так что не уходите, это будет сказано на второй части, потому что во всей нашей программе, которая займет где-то три с половиной часа, будет перерыв. Перерыв у нас будет на обед, где-то в два, в полтретьего примерно. И после обеда мы все возвращаемся на вторую часть, где, как я сказал, будут цифры, а также будут выступать наши партнеры, национальные лидеры, их самые сильные лидеры, которые расскажут о том, почему их, почему наш проект популярен в их стране. Я думаю, всем это интересно будет послушать. Ну а сейчас я зову на эту сцену Сергея Семенова, который скажет пару теплых водных слов для того, чтобы конференция прошла отлично. Давайте его поприветствуем. Всем добрый день. Спасибо, Паш. Извиняемся за небольшую задержку. Каждый раз мы готовимся к конференции, каждый раз я думал, о чем рассказать, и сегодня я понял, что ничего я рассказывать не буду особо, потому что наша команда уже достаточно сильно выросла. У нас есть куча других хороших спикеров, поэтому я скажу лишь небольшие вводные приветственные слова. Как вы знаете, конференцию мы свою называем международной, и, наверное, мы можем действительно этим гордиться. Я хотел бы сейчас поприветствовать каждую страну, представители которой сегодня находятся здесь. Ну, пользуясь правом того, что я из России, хочу поприветствовать гостей из России. Дальше хочу поприветствовать гостей из Индии. Гостей из Непала. Можно даже, кто из Непала, можно вставать. Кто вот из страны, давайте, чтобы люди вас прям приветствовали. Дальше гости из Вьетнама. Гости из Болгарии. Гости из Эквадора. Гости из Веншиэлы. Гости из Колумбии. Гости из Перу. Гости из Бенина. Гости из Франции. Гости из Нигерии. АПЛОДИСМЕНТЫ Гости из Камеруна. АПЛОДИСМЕНТЫ Гости из Тога. АПЛОДИСМЕНТЫ Гости из Сенегала. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, мне вот дали такой список, что сегодня из 16 стран. Ну, я думаю, вы все знаете, что на самом деле нас гораздо больше, участников проекта. Просто они все имели возможность приехать. В 2017 году... А, подожди, я разуме сказал. Пропустил, прошу прощения. Германия, да, гости из Германии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас. И из Индии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все, отлично. ГАБОН. КО-КО... ГАБОН. ГАБОН. КО-КОМА? ГАБОН. ГАБОН. Как еще раз? ГАБОН. А, Непал, я уже не помню... ГАБОН. 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 Так. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну, наверняка здесь есть гости из Украины, Белоруссии и так далее. Ну, я называю... У меня политика началась небольшая. Так, значит, в 2017 году мы сели на яхту, назвали ее проект Дуйнова, обозначили цели, задачи, собрали команду, погрузили мясо вяленое, рома на корабль. И показали пальцем, куда мы поплывем. Планировали небольшой спринт, трехлетний, планировали плыть гладко, без проблем, без штормов, без айсбергов. Но, как вы знаете, распорядилась жизнь по-другому. Мы создавали свой проект в сложное достаточно время, боролись с этими невзгодами, и проект превратился уже в небольшой марафон. Люди... Кто-то устал, кто-то расстроился, кто-то, наоборот, рад, что это все затянулось. Но самое главное, что мы продолжаем плыть. Кто знает, что происходит сейчас на рынке просто бизнеса, на рынке строительства, видят, что многие закрылись, у многих не получилось. Мы же продолжаем свое дело. Насколько я знаю, мы являемся по-прежнему одним из крупнейших краудинвестинговых проектов мира. Возможно, я ошибаюсь, но когда мы готовились, мы не нашли данных о том, что кто-то делал даже на порядок подобные вещи. Дмитрий Саныч на текущий момент является, наверное, одним из самых известных инженеров из России в мире. Да, потому что минимум 500 тысяч человек, я уже не понял, сколько регистраций у нас, следят за проектом. И честно, вот для меня сейчас во всей вот этом шторме мировом наш проект является какой-то отдушиной или каким-то вот островком чего-то конструктивного, чего-то, что внушает веру в завтрашний день, вебинары, которые я слушаю. Это уже как сказки на ночь, которые слушаешь, и ты понимаешь, что еще что-то происходит конструктивное, хорошее. И мы в последнее время много говорим о стройке, но проект – это же не только стройка. То есть проект – это результат деятельности огромного количества людей. Сегодня мы говорим в целом о проекте, о том, как каждый из вас инвестирует, как каждый из вас организует эти инвестиции, как вы переживаете за стройку. То есть мы не стали девелоперской компанией, мы не только этим занимаемся, мы по-прежнему занимаемся более обширной сферой деятельности. Соответственно, сегодня я точно знаю вот это чувство, когда приезжаешь на стройку и смотришь, как оно произошло. Так как я это часто делаю, я понимаю, что у вас примерно будет то же самое. Поэтому задача на сегодняшнюю конференцию – насладиться плодами той работы, которую мы вместе проделали пять лет, получить от этого удовольствие и поднять себе настроение, зарядиться, то есть отнестись к этому мероприятию как к празднику. Ну все, давайте аплодисментами отметим начало. Сергей, спасибо. Маленький организационный момент. Если у кого-то из наших иностранных гостей не работает ухо с переводчиком, поднимите, пожалуйста, руку, и вам дадут работающее устройство. Мне сказали, что у кого-то не работает. Вот прям поднимите руку, и вот к вам Евгения подойдет. Вот, да, Евгения? В общем, если у кого-то не работает ухо с переводом, вы не стесняйтесь и просите, вам дадут новое. Вот видите, друзья, как мы с вами выросли, потому что теперь вещать только на русском языке недостаточно. Приходится использовать переводчиков, приходится доносить смыслы, понятно, чтобы они были понятны сразу всем народностям. Это, конечно, радует. Это показывает, что тот инструмент, который мы с вами используем, инструмент краудинвестинга, микроинвестиций, это не только финансовый инструмент, но это и социальный инструмент, который объединяет нас идейно, и те люди, которые, казалось бы, никогда бы вместе не встретились в другом месте, сегодня здесь, и сегодня объединены какой-то общей идеей. Это, конечно, многого стоит, и именно поэтому краудинвестинг сейчас по всему миру так активно развивается. Когда мы начинали проект в 2017 году, перед нами стояла очень большая задача. Мы знали, что это будет очень много участников, мы знали, что они будут из самых разных стран, и нам необходимо было создать соответствующую инвестиционную инфраструктуру, по которой деньги могли бы уходить от инвесторов и доходить до проекта. И такая инфраструктура была создана, вы все ее сейчас используете, она периодически обновляется, улучшается. Это, конечно, личный кабинет и та юридическая обвязка, которая есть у каждого инвестора. На самом деле этой работе предстояла другая очень большая работа. Прежде чем сделать все это, около двух лет мы провели в диалоге, в работе с Дмитрием Александровичем Дуином и его командой, мы все прорабатывали, мы продумывали, мы знакомились, мы пытались понять, что же это за продукт. И только после двух лет работы, после двух лет, когда мы думали, по какому пути нам пойти, мы выбрали этот инструмент. И сейчас мы с вами все видим, что этот инструмент себя оправдал, потому что сразу огромное количество людей откликнулось. И сегодняшняя конференция этому доказательства. Люди из самых разных стран инвестируют, поддерживают проект. И когда люди ко мне подходят, очень редко кто вообще в первом деле начинает говорить про деньги. Все начинают говорить про проект, про технологию. Я понимаю, что людям интересен этот проект. Им интересно то, во что они инвестируют. И это гораздо больше, чем деньги. Поэтому это тоже, я считаю, такой показатель того, что сама технология и сам проект очень живой. И благодаря вот этой вот поддержке, которая сразу почувствовалась, мы сразу очень активно стартанули. Несмотря на то, что многие говорили, что не получится сделать, потом говорили, что ничего делать не будут, сейчас все украдут и куда-то денутся. Как видите, этого не произошло, ни одного, ни другого. Проект очень быстро зашагал, зашагал большими шагами. И, конечно, первое, чему мы все с вами радовались, это современная лаборатория. Помните, было такое время в проекте, когда было тяжело говорить про то, что сделано. Приходилось только обещать и говорить, ну мы сделаем это, мы сделаем это. И многие не верили, говорили, а может вы не сделаете, а может быть вы обманываете еще, а может вы не сможете. Потому что вопрос компетенции, он тоже очень важен. Я могу хотеть сделать все, что угодно, но я просто взял и не смог, не сумел, не получилось. А у нас получилось. Была создана лаборатория. Сейчас эта лаборатория одна из самых современных лабораторий в мире. И она аттестована. Вот, в общем-то, этот диплом, аттестат вы видите на экране. Это говорит о том, что эта лаборатория, те результаты, которые она выдает, эти результаты легитимны по всему миру. И мы можем официально их показывать и потенциальным клиентам, и заказчикам, и просто людям, тем, кто интересуется то, что мы делаем. Здесь вы видите старую, на самом деле, фотографию лаборатории. А сегодня мы достаточно подробно поговорим о том, как она выглядит сегодня, что она может и что она дает проекту. Но это был тот самый первый шаг, который был нами реализован. Но главная задача всегда, конечно, была именно в строительстве инновационного центра «Совылмаш». И в этом направлении мы шли активными шагами с самого начала. Я помню, как много мы говорили о том, что мы станем резидентами. И вот кто был на той конференции, где Александр Сударев объявил о том, что мы стали резидентами. Вот поднимите руку, интересно. Ну, кстати, не так уж и много, на самом деле. Я думаю, больше. Потому что я смотрю, лица все знакомы. Я сегодня со всеми здоровался, я всех знаю. Я думаю, мы все уже где-то виделись. И вы помните, какая это была победа? Как мы ликовали? Потому что вот в этот, это было уже очень серьезно. Потому что, чтобы стать резидентами особой экономической зоны, в которой мы сейчас находимся, это, знаете как, это такая русская, может быть, силиконовая долина, да, будет понятно многим, потому что силиконовая такая долина, это бренд, так, кремниевая долина, правильно сказать по-русски. Это бренд. Это наша такая вот кремниевая долина, где взращиваются технологии. И чтобы стать резидентом этой площадки, где мы находимся, нужно было пройти невероятный отбор, и мы его прошли. Мы доказали, что мы та компания, и тот проект, которые достойны быть здесь. Что мы получили? Ну, во-первых, мы получили землю по строительству нашего предприятия. И как многие из вас догадались, мы сегодня его и пойдем, и увидим. Вы сегодня своими глазами увидите то, что было построено на инвестиции, которые пришли в проект. Кто-то из вас уже, может быть, увидел, потому что на самом деле даже в окошко, по-моему, видно это здание, если отсюда посмотреть. Оно достаточно большое. И это, конечно, здорово. Земля была предоставлена нам государством, фактически. Причем после завершения строительства мы сможем выкупить ее всего лишь за 1% кадастровой стоимости. То есть это наш актив. Дальше это налоговые льготы. И Совалмаш пользуется этими налоговыми льготами. Вы, например, слышали то, что недавно пришло решение о возврате НДС в Совалмаш. Это тоже те деньги, которые пойдут на реализацию проекта. Ну и, конечно, та инфраструктура, которой мы можем пользоваться. Вы сегодня сюда пришли. Обратите внимание. Газоны, хороший асфальт, какие-то беседки есть. Все это содержит государство. И мы можем, как резидент, этим пользоваться. Мы пришли в такой замечательный зал и тоже пользуюсь им. Поэтому это, конечно, огромное. Когда спрашивают, помогает ли нам как-то государство. Ну напрямую, может быть, нет. Прямо пришло и помогло. Но подобным способом, да, мы пользуемся теми преимуществами, которые государство дает бизнесу. И делаем это успешно. После того, как мы стали резидентами, у нас перед нами стояла еще одна сложнейшая задача. Земля у нас есть, а нужно начать строиться. Как у нас, да, в России? Я слышал, что... Не знаю, правда это или не правда, но я слышал такую историю, что, мол, 70% времени идут согласования, получение всяких бумажек и так далее. И 30% времени ты строишь то, что хотел. Вот, ну мы где-то примерно в этой же ситуации. Где-то, наверное... Ну сколько по времени прошло? Больше года, да, полтора года, прежде чем... Между тем, как мы стали резидентами, когда мы приступили к строительству. То есть, когда мы получили то самое разрешение, чтобы начать строить, мы прошли кучу государственных комиссий, инспекций, и они все признали уже не наш проект, а именно наше здание, что наше здание может быть построено и может применяться для той деятельности, для которой мы его применять и планируем. В БУС, Роспотребнадзор, государственная экспертиза, все это было успешно пройдено, и после этого была подана заявка на получение разрешения, и, если я не ошибаюсь, в ноябре 2020 года данное разрешение нами было получено. В процессе, параллельно, пока мы получали разрешение, был сделан строительный городок, вы тоже сегодня его увидите, для ведения строительства временной дороги и так далее, это позволило сразу начать вести стройку, как только разрешение нами было получено. То есть, здесь время мы не потеряли. И, опять-таки, вопрос, получилось ли у нас, эффективен ли тот инструмент, который мы используем, жизнеспособен ли наш проект, и ответ сегодня мы увидим своими глазами, перейдя на строительную площадку. Это мы сделаем, кстати говоря, после всей основной части, поэтому тоже не расходитесь, если хотите все сами увидеть. Мы сегодня подробно поговорим о том, как ведется строительство, какие этапы строительных работ мы прошли. Также, как я говорил, мы поговорим и про, ну, больше про саму компанию «Совелмаш», это будут говорить следующие спикеры. Но прямо сейчас, как сказал Сергей Семенов, я бы хотел сделать акцент на том, что проект и технология – это не только стройка, и это не только компания «Совелмаш». технология шагает по всему миру, люди знают о ней по всему миру, и люди используют ее по всему миру. И когда мы сейчас будем говорить именно про техническую часть, я бы хотел начать именно с этих людей, с предпринимателей, с людей, которые продвигают наш проект и нашу технологию по всему миру, и уже сегодня на этом, кстати говоря, зарабатывают деньги. И первый такой человек – инженер, предприниматель Андрей Лобов, которого многие из вас знают. Я бы хотел пригласить его на эту сцену. Андрей, пожалуйста. Это что? На что тут нажимать? Вот так щелкаешь, переселкиваешь. Это вперед, да? Да. Добрый день, друзья. Меня зовут Андрей Лобов. Очень приятно видеть такой большой многонациональный коллектив, который инвестирует в проект Дуинова. Это для меня очень важно, потому что когда мы начинали, нас было совсем мало. Небольшое количество людей нас было, а теперь я вижу просто огромное количество представителей, партнеров из разных стран, и это очень приятно. И сейчас я вам расскажу о том, чем мы занимаемся, и почему вообще я здесь, и почему я в этом проекте. Когда проект открывал Сергей Семенов на ВДНХ, может быть, помнят все эту знаменитую конференцию, все были очень воодушевлены, и, конечно же, мне тогда, вот сегодня мне напомнили ребята, я катался вторым на мотор-колесе Дуинова, и я тогда сказал, я хочу такой. И это была вот ключевая фраза, и я просто захотел такую технику. И как только появились моторы, естественно, я стал их использовать. И мы нашей командой Стин решили внедрять во все возможные, во все возможные виды транспорта, чтобы потом понять, где та самая нотка коммерциализации, то, на чем можно заработать, то, что можно дать нашим партнерам, чтобы они тоже заработали, не только на вложении наших денег и покупке долей предприятия, но еще на том, что мы будем эти моторы производить и внедрять. И что? Один из самых удачных наших проектов – это «Зеленый». Мы его называем «Зеленый». Это «Тук-тук». Мы разрабатывали его для наших друзей из Индии. И сейчас у нас приготовлено три кит-комплекта, которые мы можем передать в надежные руки на определенных условиях. И это «Тук-тук». «Пиаджо Максима». На него установили двигатель 3 киловатта. И установили его на коробку. Да, установили его на коробку. И испытали его вдруг в двух агрофирмах. Вот одна из них. Только что вы видели сейчас на экране. Это агрофирма, которая занимается производством и продажей растений, деревьев, цветов. Люди остались очень довольны. Но в чем фишка? В чем фишка этого трицикла? Ребята, мы на него впервые установили солнечные панели. Две солнечных панели по 330 ватт позволяют этому маленькому мотору двигаться со скоростью 20 км в час без батареи вообще. Я постоянно рассказываю об этом. Вы понимаете, что совсем скоро люди поймут, что можно брать электроэнергию не из розетки. Можно просто утром сесть и поехать на работу. Или поехать там отдыхать. Не надо думать, что заливать в эту технику. Не надо думать, какие масла использовать. Просто поворачиваете ключи и едете. Я уже в течение года испытываю в разных местах. Все люди просто в восторге. Они говорят, мы не подъезжаем к розетке. Что это такое? Что это за волшебство? Ребята, это волшебство мотора Дуенова. Это волшебство заключается в том, что совмещенные обмотки настолько экономичны, что вот этот 3-киловаттный мотор, он мощный, экономичный, позволяет на 50 ампер часовой батареи проезжать более 50 км. А солнечные панели в течение дня подкидывают ему еще 25 км. То есть это тапок в пол. Это 55 км в час. Если мы будем при этом двигаться со скоростью 20 км в час, то мы можем двигаться весь световой день. То есть это приблизительно от 100 до 200 км в день можно проехать. На этом тук-туке, когда мне пишут, о, ребята, что такое электроэнергия, что такое электротранспорт, это фигня, вы не можете на нем далеко уехать. Я перемещаюсь между двумя городами. Между Обнинском, Белоусова и в 25 км находится у меня дом. Я спокойно проезжаю в день туда-обратно и у меня половина заряженной батареи остается. Вы вдумайтесь в это. Вы представляете, какое у нас будущее? Какая у нас перспектива именно с этими моторами? Ни один Билдиси-мотор на магнитах не сможет проехать столько. Я уже об этом говорю. Я говорю, люди, поймите это. Это здорово. Так, я знаю, что время у меня ограничено, поэтому я быстренько перехожу вот к этому красавцу. Вы можете посмотреть его внизу. На нем установлен мотор от нашего партнера, также от партнера, от Виктора Арестова, СПП ВИХи Технологи. Этот мотор даст ОС 5 киловатт. Впервые на этой технике мы использовали 5-киловаттный мотор и отдали его на испытания. Куда бы вы думали, мы отдали его в Сочи. Мы отдали его там, где находятся горы. Прочти все из вас в этой жизни были в Сочи. Вы видели, как проехать на Красную Поляну? Вы видели, какие там горы? Какая там вообще дорога, да? Где-то она есть хорошая. Когда вы проезжаете в деревне, там проселок, там нет асфальта. Он прекрасно себя зарекомендовал. Батареи здесь две штуки по 50 ампер часов. Это позволяет проехать на этом мотоцикле 200 километров. Опять же, за счет того, что он очень экономичный. Мотор экономичный, славянка экономичная. Да, ее нельзя заряжать от солнечной энергии, просто некуда здесь вешать. Ну и не нужно здесь, солнечная панель здесь будет только мешать. А наш испытатель Иван просто использовал его в хвост и в гриву. Он занимается тем, что он спортивный инструктор. И ему все время нужно перемещаться туда, где занимаются опасными видами спорта. И вот на этом мотоцикле он был везде. И он катал в течение всей зимы. И весной мы сняли с ним видео. Сейчас вы его здесь увидите. И он остался очень доволен. И я тоже вижу большую перспективу. Большую перспективу для наших партнеров не только уже в Индии, а во всем мире. Могу вам сказать, что компания Bajaj на сегодняшний день выходит лидером на мировом рынке. Поэтому прошу наших партнеров обратить внимание на этот кит и в своих странах начинать потихонечку зарабатывать деньги. О, ребята, а это моя любимая тема. Это картинг. Значит, картинги. Картинги – это... Мы начинали с 3-киловаттного мотора до 90СМ. И всю зиму пробовали, катали, настраивали в Сочи на Красной Поляне. Я знаю, среди нас есть человек, который даже на этой Красной Поляне оставил не только свое сердце. Вот. Значит, что сказали люди, что сказали... Что сказали те, кто заказывали, те, кто занимается прокатом. Я не говорю, что наши моторы не могут использоваться на спортивных машинах. На спортивных машинах это отдельная тема. Мы расскажем вам об этом потом. Ну, вот эта вот мощная рама Рима Эва и Рима Альфа. Это очень серьезные рамы. Они есть и спортивные из них. Но конкретно это мы делали для проката. Так вот, 90СМ проезжает... Проезжает на трассе 6 заездов по 10 минут. Билдиси мотор. Максимум, что он может сделать, это 3 заезда по 10 минут. Представляете, экономия какая? В два раза. То есть для тех, кто занимается прокатом в разных странах. Это тема для бизнеса очень интересная. Не нужен бензин, не нужно масла. Вот этот картодром, который вы сейчас смотрите, использует... Он находится в Подмосковье и он использует бензин. Он использует бензин, сколько бы вы думали, полтонны бензина в неделю уходит на то, чтобы заправлять картинги для проката. И вы можете себе представить, какие это огромные деньги. Плюс масло, плюс те двигатели, которые очень мало. Бензиновые двигатели на картингах живут очень мало. Наш двигатель, я всегда говорю, он живет вечно. Меняйте только ему вовремя подшипники, которые выходят из строя. Так вот, пилоты, которые катались на этих картингах, они просто в восторге. На экране, где они дают интервью, они немножечко ведут себя скромно перед камерой, но отдельно они были в восторге. Так вот, на втором картинге установлен новый мотор, который мы совсем недавно получили от Виктора Арестова, ДА-95С. Ребята, это 4,5 тысячи оборотов. Я вам скажу для сравнения, на картодроме был установлен рекорд. На картодрому 20 лет. Минута 4 секунды проезжает картинг. Это не в тот момент, когда мы катались, а намного раньше. Может быть, год назад, может быть, два года назад, не знаю. Наш картинг проехал минута 8. Представляете, человек просто сел и за минуту 8 проехал трассу 1175 метров. Это просто космос. Ну, я сам катался, это страшно. Так вот, по картингу заканчиваем. Поехали дальше. Собака, боже мой. В свое время это был любимый проект. Я сам гонял на ней зимой. Именно вот на этой собаке. Она идет по снегу 40 километров в час. Проезжает она тоже в районе 40 километров. При этом мотор, представляете, все время нагрузки. Если мы сюда поставим Билдиси мотор, я боюсь даже сказать, я думаю, она больше 10 километров не проедет. Потому что, понимаете, нет холостого хода вообще. Все время нагрузка и все время на гусеницу. Что же, вот эту вот собаку, вот такую же собаку с мотором ДА-90С 3 киловатта мы изготовили в коммерческих целях и продали в Челябинский заповедник, где люди на озере катают люди на озере катают рыбаков, туристов. Там такая зона, где на бензине просто невозможно проезжать. Просто подъезжают специальные службы и говорят, ну все, выписываем штраф, там огромные штрафы. Они говорят, а за что вы нам будете штраф выписывать? Ну как, вы ездите на собаке? Никто даже не мог подумать, что собака может быть электрической. Они просто обалдели. Они встали, как она электрическая? Он говорит, да, все, мы вам выпишем премию, мы вам выпишем грамоту, ездите. Поинтересовали, что здесь за мотор? Конечно, все открыли. Вы внизу можете подойти к Олегу, он вам откроет и все покажет. Там уже экспериментальная собака, на которую установлен 5-киловаттный мотор. Я вам скажу так, это страшная какая-то тема. Изготавливали мы ее по заказу МЧС, которые с нетерпением ее ждут. История такая. В прошлом году один человек, один из очень тяжелых грибников застрял в лесу, и у него был приступ сердца. Три часа его вытаскивали из леса, МЧСовцы менялись, его было очень тяжело тащить, но он очень тяжелый. И они подошли к нам и слезно, ребята, сделайте нам что-нибудь, чтобы мы могли из леса вытаскивать тех людей, которые сами не могут выйти. Ну вот мы готовим им сейчас ту собаку. Вы видите прототип ее, она внизу, осталось сделать волокуши, чтобы в них помещался человек. О, ребята, сегодня это мой любимый проект. Позавчера я катал на том моторе, который внизу, на нем еще сейчас видны капельки воды. Опять же, вот здесь в кадре вы видите лодочный мотор, на который установлен 5-киловаттник DA100S от нашего партнера Виктора Арестова. Вообще, конечно, это здорово, что СПП снабжает нас моторами, которые мы можем испытывать. Ну так вот, этот мотор уже продан и он уже успешно катает туристов в том же Челябинске. Можете себе представить? Озеро-то растаяло. И где катать туристов? На чем? Опять люди взмолились. Дайте нам что-нибудь, на чем мы можем катать туристов. Ну опять приходят на помощь моторы Дуенова, потому что они ездят и ездят и ездят. Мы им продали вот этот вот, конкретно вот этот мотор. И они уже практически все лето катают туристов. Они очень довольны. Мы постоянно созваниваемся и надеюсь, что скоро мы вам покажем ролик, где нам будут петь и нашим моторам будут петь очередные дифферамбы. Я не слышал ничего плохого. Лично я не слышал ничего плохого о наших моторах. Никогда. Те хейтеры, которые пытаются опорочить нашу технологию, они выдумывают это из головы. Я всегда пишу ни одного подтверждения. Давайте, приезжайте, я покажу, как ездят моторы, сколько ездят, насколько они хороши. Технология будущего, ребята, это вам точно, я говорю. Так вот, тот мотор, который стоит внизу, у него четыре с половиной тысячи оборотов. Это три. Мы вдвоем на этом моторе, который внизу, позавчера, гоняли по протве, по реке, это было потрясающе. Я опять сказал, я в очередной раз сказал, я хочу такой мотор себе. Это просто здорово, это такая скорость. 23-25 километров в час мы едем вдвоем. Причем у меня сломался компьютер, я не смог сделать настройки. Вот как были на холостых, поставил, так и поехал. Все, восторг, полный восторг. Где я могу посмотреть время, я не знаю, я укладываюсь или нет. Ага, я уложился. Ну что ж. А, нет, я не уложился, это же муравей. Сейчас муравей. Ребята, я не знаю, как вернуть назад. Квадроцикл, боже мой. Еще? Ага. Один из первых проектов. Один из первых проектов. Ребята, сейчас внизу хозяин этого муравья, его зовут Матвей Плотников, это знаменитый блогер, можно посмотреть на ютубе все его выступления. Он очень подробно рассказывает о технике. Он приехал к нам в Обнинск и попросил не ломать муравья, попросил сделать гибрид. Это единственный гибрид, который мы совместно сделали, изготовили. Этот гибрид, у него мощный бензиновый двигатель, и мы туда еще внедрили наш трехкиловаттник ДА-90С, который позволяет разгонять эту машину до 100 километров в час, она даже встает на дыбы. Но на одном моторе, конечно же, он ездит немножечко поскромнее, но зато ездит очень долго. То есть, на этой батарейке, которая там, так скажем, никакая, одна из первых батарей, которую мы изготовили там из бушных ячеек, просто, ну, трешняк полный, она позволяет до 70 километров проезжать. Ну, Матвей вам расскажет об этом муравье подробно, интересно. В нашей стране, когда это была культовая техника, она производилась в Туле, тоже знаково, и вот эта техника в Советском Союзе производилась в большом количестве, люди стояли за ней в очереди в годы социализма, но там был никакой двигатель, ну, то есть, вообще никакой, то есть, он просто ездил через раз. На сегодняшний день любители муравьев ставят на них двигатель Elefant, и вот мы им предложили кит с мотором ДА-90С, ну, конечно, мы можем и больше поставить, но не нужно. Этого достаточно. Люди, которые проезжали на этом муравье, катались на этом муравье, они говорят, да, это восторг, это здорово, это экономия, это, ну, ребята, это удобно. Он легче намного, чем Баджач Максима, поэтому проезжать он может еще больше в день, там, я так считаю, что он может проехать с нормальной батареей до 100 километров. Пожалуйста, внизу к Матвею обращайтесь, он вам расскажет. Самый первый наш, самый первый наш кузнечик, это квадроцикл. Смотрите, на нем сейчас идеальный кит, да, на нем стоит батарея, на нем стоит зарядное устройство, на нем стоит редуктор, мотор ДА-90С, и мы предлагаем всем, у кого есть желание, рассмотреть покупку этого кита, сам квадроцикл будет в подарок. Очень интересная техника, на нее сделан фаркоп, можно цеплять прицеп, он таскает, вы видели, он может таскать даже тундру, то есть это маленький трактор. Похотеть по лесу, он настолько бесшумен, что я помню, сейчас на нем вот катит Виталий, конструктор наш, и он сказал, что мы проехали с сыном в трех метрах, от уток, которые дремали на озере, и они даже не проснулись. Ну что ж, сейчас я бы хотел сказать, для чего мы все это делаем, для чего мы внедряли эти моторы в эту технику, которую вы видели. Конечно же, мы хотели заработать, я скажу честно, мы не альтруисты в каком-то большом смысле этого слова. В конечном итоге, все, кто со мной общается, вся наша команда, те партнеры, которые со мной общаются, все они видят в этих моторах большое будущее, возможность заменить ими бензиновые, и возможность на этом заработать. Ну что ж, это очень перспективное направление, я вас убеждаю, сегодня поступают запросы, сейчас здесь в зале сидят люди, которые специально приехали из Италии, из Доминиканы, конкретно уже на переговоры, конкретно разговаривать о том, чтобы сделать бизнес в этих странах. Из Германии, вот Ваня, я знаю, им очень интересно, потому что у нас сейчас есть проект, кит-комплект для Европы на Пиаджио, на Пиаджио Эп-50, одна из самых популярных моделей в Европе, это культовая модель, с нее начиналась очень интересная история, по этим маленьким улочкам люди развозили цветы, фрукты и так далее, так вот сейчас это то же самое, что наш муравей, только еще меньше, сейчас он у нас есть, мы его приобрели и делаем на него комплект для Европы, так что это большое будущее, это именно, это именно бизнес, пожалуйста, прошу вашего внимания, партнеры, организовывайте в своих странах бизнес, обращайте, мы прошли большой путь, мы обязательно вам поможем. Что ж, большое вам спасибо, что, наверное, я очень долго говорю, я вас утомил, всего вам доброго. Спасибо. Андрей, большое спасибо. Андрея всегда очень интересно слушать, потому что он тот человек, который не просто применяет уже технологию славянку на практике, но он на ней зарабатывает, так что, если вы хотите с ним сотрудничать, вы всегда знаете, к кому обратиться, если вы хотите тоже зарабатывать уже сейчас на двигателях с технологией славянка. Ну что, я предлагаю вернуться непосредственно к компании Sowelmash. Помните, на чем я остановился, мы говорили о том, что мы прошли большой путь. И закончил я свою речь на том, что мы с вами начали вести стройку нашего предприятия, инновационный центр Sowelmash, который мы все сегодня с вами увидим. И более подробно о том, как мы шли по этому пути, какие строительные работы мы проводили, с чем столкнулись, возможно, и так далее, расскажет Александр Сударев. Александр, прошу выйти тебя на сцену. Ждем от тебя самые последние новости компании Sowelmash. Спасибо. Спасибо, Паш. За руку тебя хоть подержать. Здравствуйте, уважаемые гости. Я знаю, что вы ехали к нам абсолютно из разных уголков нашей планеты, и это действительно хорошо, потому что сейчас наглядно видно, что проект объединяет людей по всему миру, и это действительно очень важно. Ну, а сейчас давайте мы с вами во-первых, спросим у Павла, а где же кликер? Сейчас Андрей нам его передаст. Спасибо. 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 Ну и давайте перейдем к воспоминаниям того, как происходило строительство по КТБ до состояния сегодняшнего дня. На данном слайде вы видите вид, ну, можно сказать, практически сегодняшнего дня. Сейчас по КТБ еще несколько изменилось, но я думаю, что это вы сможете уже видеть своими глазами, когда мы сможем к нему пройти дальше. Сейчас вы увидите видеоролик, на котором мы продемонстрируем ходы работ, которые проделали наши строители. Начиналось все с того, что необходимо было выбрать площадку, получить необходимую документацию, но давайте мы это опустим и сразу подойдем к моменту формирования котлована. Был вырод достаточно большой котлован, глубиной 3 метра, и после чего строители приступили к выполнению подбетонки, то есть подготовки к бетонным работам. Работы было действительно много, необходимо было выровнять всю площадь котлована, что было успешно выполнено, и начали заливать бетонные фундаменты. Фундаменты достаточно сложные, они выполнялись в несколько этапов, если быть точнее, в три. После того, как работа была завершена, была частично выполнена обратная засыпка грунта, и здесь стоит отметить, что засыпка выполнялась каждые 30 сантиметров грунта, проходили уплотнения специальными вибраторами, то есть процесс достаточно сложный, трудоемкий, но в этом есть определенный смысл, о котором мы с вами поговорим чуть позже. Вот сейчас на ваших глазах мы уже видим, как растет металлокаркас, это конструкция здания, которые изготовила компания Астрон в славном городе Ярославль, достаточно недалеко на самом деле от нас она находится, всего каких-то 3,5-4 часа езды, и этот процесс был достаточно интересен и желанный многими, то есть очень много комментариев было, когда этот процесс наконец начался, потому что те, кто с нами достаточно давно в проекте, знали и понимали, как сложно и как долго мы получали всю необходимую разрешительную документацию, и вот этот момент настал. Сейчас же вы можете наблюдать, как устанавливаются элементы кровли, устанавливается несъемная опалубка межэтажных перекрытий, и вот те решения, которые вы видите на экране, они были тоже выбраны не просто так, это все в соответствии с проектной документацией, а проектная документация создавалась с тем, чтобы четко удовлетворить тем требованиям, которые предъявляются к зданию, а этих требований очень много. Если мы сейчас с вами посмотрим на то, как выглядит перекрытие третьего этажа, то мы с вами видим арматурные сетки, мы видим стяжку, мы видим большой слой бетона. Все это вместе вот как раз таки с послойным уплотнением грунта необходимо было для того, чтобы обеспечить высокую виброустойчивость здания в будущем, что в свою очередь позволит нам ставить как высокоточное измерительное оборудование. Так в том числе ставить и станки ЧПУ, это высокоточные станки по механической обработке металла и многого другого, что нам нужно. Это автоматизированные линии по производству двигателей, это позволит нам также работать с высокими допусками, с электроникой. и вот сейчас на ваших глазах вы уже наблюдаете, как заканчивается зима, начинается следующий сезон теплый, уже ведется облицовка эркера административного здания по КТБ и вот здесь уже можно говорить о том, что начинается монтаж внутренних ограждающих конструкций, это межкомнатные перегородки и вот то, как это делается, те технологии, которые применяются, как мы уже говорили, они отвечают всем современным требованиям, а именно здание является очень энергоэффективным, его достаточно экономично можно в дальнейшем эксплуатировать, отапливать, устанавливается достаточно большое количество вентиляционного оборудования и в совокупности с высокой виброустойчивостью в данном здании возможно создание чистых комнат, а это говорит нам о том, что все же заниматься развитием элементной базы и микроэлектроникой в этом здании можно. И не забывайте, мы говорим о том, что проект данного здания это модульный проект, его можно мультиплицировать, его можно сделать больше, шире, уже, можно добавить соответствующие корпуса и использовать в разных направлениях, которые связаны с развитием двигателя строения и не только. Что еще можно сказать? Ну вот сейчас очень часто вы в кадрах видели, как мы это называем, уши, пристройки одноэтажные к зданию. Зачем же они нужны? Давайте сразу обозначим. Дело в том, что в этих ушах будет располагаться все инженерное оборудование. Это ввод тепла, ввод электричества, другие сети, слаботочные и так далее. И вот если мы говорим о том, что в этом здании будут заниматься разработкой и производством инновационных технологий и по инновационным технологиям, то необходимо обеспечить высокую безопасность для коммерческой тайны, интеллектуальной собственности и так далее. Поэтому весь обслуживающий персонал не будет необходимости допускать обслуживающий персонал к производственным площадям. Только тех людей, которые к этому допущены, имеют соответствующий допуск и так далее. Поэтому опять же в случае мультиплицирования все эти пристройки могут менять свою форму. Их может быть больше, может быть меньше. Вот сейчас вы уже видите, как установлены практически закрыт тепловой контур. Установлены пожарные лестницы. Сейчас ведется погрузка как раз таких межкомнатных перегородок, смонтированы окна, вентиляционные решетки. Сейчас строители работают уже, можно сказать, над отделкой внутренних помещений, уже готовятся цеха, рабочие места и так далее. И это та стадия, когда закрытие теплового контура подходит к своему логическому завершению. На сегодняшний день необходимо закончить установку дверей, ворот, необходимо выполнить гидроизоляцию пола первого этажа, как вы уже видите, подбетонные работы полностью выполнены. После этого необходимо будет осуществить стяжку бетонную, также установку арматуры. И после этого мы с вами сможем установить теплотехническое оборудование. Как только тепловой контур закрыт, теплотехническое оборудование установлено, мы с вами можем говорить о готовности подведения инженерных коммуникаций внешних, осуществлению прокола проезжей части и подключению центральных коммуникаций. Поэтому сейчас, в данный момент, наверное, можно следующий слайд включить, наши доблестные строители заняты реализацией этих вопросов. Вот стройка очень активно развивается, движется и поверьте, там очень интересно присутствовать, а иногда даже узнаешь такие словарные обороты, когда побываешь на совещании наших строителей, что становится действительно спокойно, эти люди точно справятся со всем. Но это мы с вами поговорили о стройке, а теперь давайте поговорим о том, зачем же нужны арендуемые площади, что на них находится, чем заняты сотрудники и вообще зачем эти процессы были запараллельны. для этого мы с вами вспомним, что ПКТБ Сувалмаш в первую очередь будет базироваться на чем? Специализироваться на разработке асинхронных электродвигателей, на постановке их в производство, поэтому необходимо помимо того, что мы разработаем сам двигатель, электромагнитную систему, дизайн корпуса, дизайн пластин ротора, статора, нам необходимо создать проектную документацию, нам необходимо получить сертификационные документы, нам необходимо создать прототип, нам необходимо изготовить данный двигатель в железе, для этого нужны определенные мощности. После того, как мы изготовим такой двигатель, нам необходимо с вами создать технологическое оборудование, на котором мы будем производить эти машины, и это одна из очень важных задач, которую перед собой ставит Сувалмаш, потому что на сегодняшний день есть существенная проблема с наличием стандартного оборудования, которое сейчас занимается производством асинхронных электродвигателей. Данное оборудование, я не могу сказать, что оно устарело, но современные времена требуют новых решений, более технологичных, более компактных, более быстрых, более точных, и вот эту задачу как раз-таки решает Сувалмаш. Такое оборудование уже разрабатывается, и сейчас мы об этом поговорим дальше. То, что касается этого слайда, здесь вы видите двигатели, которые уже были разработаны компанией Сувалмаш. Если мы говорим о работе с потенциальными заказчиками, то, скажем, возможно, политика такая. Человек обращается за заказом, говорит, что ему необходимо, мы помогаем сформулировать все необходимые требования, и после этого производим разработку. Но в реалиях жизни, бизнеса, как правило, клиент всегда хочет что-то потрогать, что-то посмотреть, от чего-то оттолкнуться. И вот здесь вы можете наблюдать общепромышленные двигатели, которые уже были разработаны, произведены, испытаны и, скажем, готовы к общению дальнейшему. Тем более, нужно отметить, что сейчас параллельно открыто порядка 56 опытно-конструкторских работ по разработке двигателей. Они ведутся. в их число входит также и двигатель встраиваемый для ручного электроинструмента, просто электроинструмента бытовой техники. Вот я думаю, что многие из вас уже могли с ним ознакомиться в соседнем зале, как и с общепромышленными двигателями и с этими. Конкретно вот на данной фотографии вы сейчас видите статор данного двигателя. Он приложен к стандартному, тоже асинхронному двигателю, классическому. И обратите внимание на размеры в сравнении. То есть двигатель со славянкой значительно меньше. А это торцовочная пила фирмы DeWalt. То есть достаточно хороший качественный инструмент. Но в сравнении хорошо. Вот то есть в принципе можно сказать, что компактность достигнута. Причем что здесь стоит еще отметить? Помимо двигателя для ручного инструмента был разработан также контроллер. То есть это система привода. И эта система привода разработана на базе технологий SovalMash как в части двигателя строения, так и в части создания контроллера. Контроллер построен на собственной архитектуре полностью разработки SovalMash на своей математике, которую также разработали специалисты компании SovalMash. И очень такой технической важной подробностью является то, что данный двигатель может работать на частоте до 600 Гц. пластины электротехнической стали здесь используются стандартные. При классических обмотках звезда либо треугольник таких результатов добиться невозможно. Ну а здесь вы видите можно сказать очень актуальную очень актуальное изделие, которое сейчас разрабатывается, которое будет также представлено нами на выставке, которое пройдет чуть позже. Это безредукторная лифтовая лебедка. Все мы сейчас знаем, что в сложившихся ситуациях достаточно много компаний покинули Российскую Федерацию. И есть некоторые проблемы с поставками в частности лифтовых лебедок и ряда другой продукции. Создается некоторое окно возможностей, которое позволяет нам занять эти рынки и возможно даже говорить о лидирующих позициях. Вот данная лебедка она применима к и грузовым лифтам, и к пассажирским, специальным, медицинским, к любым погрузочным системам. Естественно будет разное количество вариантов, разной мощности. Под разные задачи. То, что вы видите сейчас, стало возможным благодаря разработке, с которой начинался проект SovelMash, проект двигателей Дуйнова. Фактически это мотор-колесо. Это то мотор-колесо, которое стояло в составе велосипедов, которое вы также можете видеть в соседнем зале, покрутить его на стенде, посмотреть на технологии. И вот сейчас мы пришли к тому, о чем Дмитрий Александрович всегда говорил. разработка техники, которая будет производиться массово, позволит нам в том числе заниматься и мотор-колесом в том или ином виде. Также здесь стоит отметить, что развитие технологий на мощностях SovelMash, которыми она сегодня обладает, позволило нам создать ряд технологических процессов, которые сегодня позволяют нам заливать короткозамкнутые ротора алюминием как для ручного электроинструмента, напомню, вот так он выглядит, так и для мотор-колес. То есть фактически мы уходим от меди, мы работаем только с алюминием, технология позволяет делать это быстро, качественно, без оксидных примесей, включений и так далее, и это обеспечивает высокие характеристики и свойства данного изделия. Причем все то, о чем я сейчас говорил, очень важно. Почему? Потому что все-таки когда я вышел на сцену, мы начали с того, что я рад, что все мы с вами здесь сегодня собрались и мы представители разных стран. Но вот это все может нас с вами объединять, потому что в каждой стране мира необходимо используется техника и инструмент, и лифты, и каждый хочет открыть кран, чтобы из него пошла вода, каждый хочет встать на эскалатор, поехать в метро, если оно есть, или что угодно. То есть на сегодняшний день можно смело сказать, что 60% всего электричества, которое вырабатывается человечеством, тратят вот эти самые моторы. И вот если мы сейчас с вами исключим асинхронный электродвигатель из жизни человека, через пару месяцев мы с вами попадем в каменный век. Почему? Потому что это вот то, что обеспечивает комфортное существование нас с вами сегодня. На этом слайде мы с вами можем видеть тяговые двигатели. Ну, если быть точнее, один тяговый двигатель, а остальные затесались общепромышленные, но смысл не в этом. Смысл в том, что тяговые двигатели также разрабатываются компанией SovalMash. Андрей Лобов только что выступал, очень активно доказывает, что они работают, предлагает демонстрации даже попробовать и приобрести эти моторы. Виктор Арестов очень активно этим занимается. Ну, а вот в соседнем зале вы можете ознакомиться с мотором 100 DATL6, который был первой разработкой SovalMash, более, скажем так, подробной и созданной двигателем в формате двигателя. И, кстати, стоит отметить, что первый такой двигатель как раз-таки уехал к Андрею Лобову. Вы можете применять в своих проектах. Вот сейчас на ваших экране как раз-таки один из контроллеров, который разрабатывает SovalMash. Конкретно этот контроллер необходим для работы мотор-колеса, как раз-таки это колобок 318-го габарита, который, в принципе, и завирусился по всему интернету. Ну и технологическое оборудование, то, о чем мы уже с вами сегодня говорили. Это оборудование как раз-таки позволит нам выйти на новый уровень, создать новый технологический строй, уклад и отказаться от привычных станков больших с тяжелыми плитами, массивными, дорогими, занимающими много места. Мы сможем перейти к максимальной роботизации, к мультиплицированию проекта, задач и, скажем, банально переключение от производства одного габарита двигателя на другой, возможно, будет по установке флешки, ну и минимально какой-то оснастки. Необходимости переделывать производственную линию кардинально не будет. Но, естественно, это в разумных пределах, и это будет, конечно, касаться нескольких каких-то габаритов, которые мы выбираем, то есть ряда, линейки. И вот здесь на экране вы видите представитель того оборудования, которое уже было разработано, которое сейчас уже трудится. Это установка для создания инкрементальных энкодеров, точнее, главной его части. Здесь происходит намагничивание магнитопласта, многополюсное намагничивание, и далее эти кольца в составе подшипников или отдельно устанавливаются на валы двигателя, и благодаря данной системе в совокупности с датчиком Холла мы можем управлять мотором. Можем открыть газ, можем закрыть, в зависимости от того, что нам необходимо. То же самое касается и ручного электроинструмента и так далее. Подобные вещи делают и в Китае, но, как правило, эти энкодеры устанавливаются внешне на двигатель, и здесь важно отметить, что это достаточно плохо сказывается, во-первых, на качестве самого изделия, это достаточно плохо сказывается на его жизнеспособности, особенно на исполнениях взрывозащищенных, влагозащищенных, на тех двигателях, которые трудятся в достаточно суровых условиях. Здесь же мы можем работать с разными габаритами, с разными размерами и делать то, что нам необходимо. При этом нет необходимости обращаться в данном случае в Китай, который занимается основным количеством производства данных изделий и, скажем, независим ни от кого. Делаем их самостоятельно. Ну и вот, в принципе, здесь я бы хотел, наверное, сказать о том, что вот все то, что мы с вами говорим, оно стало возможным в том числе благодаря еще одному важному пункту, а именно это испытательная лаборатория Совалмаш. Многие задавались вопросом, зачем же она нужна, как бы, ну лаборатория, но вроде бы есть, а вроде бы нет. Вот все то, что создавалось, проходило испытание в этой лаборатории, и на основании этого принимались дальнейшие решения о будущей жизни этих изделий. И сейчас я хотел бы, наверное, пригласить на сцену Александра Семенова, это руководитель испытательной лаборатории Совалмаш, передать ему слово, и он подробно нам расскажет, как она работает, зачем она работает, и зачем она нужна. Александр, попросим. Давай у тебя. Здравствуйте, рад всех приветствовать. Если немножко от нашей лаборатории отойти в сторону, ну и, предположим, представить, вот говорят, лаборатория, что представляется? Ну, девушки в белоснежных халатах, в очочках, носят пробирки, да? Похоже, это не про нас. У нас все немножко по-другому. У нас, может быть, измеритель мощности высокоточной, прецизионной, многоканальной, стоять на столе, а рядом будет лом. Или лицевой щиток для защиты лица, например. Ну, один глаз хорошо, два лучше. Почему так? Потому что в нашей лаборатории проводится испытание двигателей. Машины электрических вращающихся двигателей частный случай. Это сплав, то есть, первая очередь, это электричество, то есть, мы измеряем электрические параметры. Здесь нужна очень высокая точность, это метрология. И в то же время должна быть механика, то есть, все двигатели, они должны быть подключены, да? Муфты, подключение к стенду, установка, то есть, поэтому наша лаборатория отличается. Ну, вот у нас сейчас на картине пример комнаты, где находится стендовое оборудование. Оборудование состоит из трех нагрузочных машин. И в зависимости от того, какой объект контроля приходит, по мощности, по оборотам, по моменту, мы, соответственно, одну из них устанавливаем и уже проводим полный цикл испытаний. Ну, в частности, здесь один из наших последних двигателей, мы готовимся к Армии 2022, и это двигатель для БТР. Один из них, вот буквально несколько дней назад мы испытывали. Небольшая ремарочка, тоже включусь. Данный двигатель как раз будет установлен на демилитаризованном БТР, который мы используем в качестве электротягача, а точнее гибридной установки. На нем мы будем демонстрировать возможности технологии «Славянка» в качестве привода для тяжелой техники, которая будет способна работать в суровых условиях, она также будет водоплавающая, и при этом, при всем, она очень востребована на территории Российской Федерации такими службами, как МЧС и прочие спасательные организации. Извини, Саша, продолжи, пожалуйста. Спасибо за ремарку. Давай вопрос тебе задам. Вот очень часто нас спрашивают, а сейчас испытательная лаборатория уже создана, она находится в определенной комнате, вот она достаточно небольшая, а зачем здесь, на территории по КТБ, вот красная пристройка вся будет отдана под твою вотчину? Зачем там лаборатория такая большая? Я люблю просторы, просторанство. Ну, давайте я немножко расширю, ну, как ответ на вопрос более расширенный. Первое, зачем нужна лаборатория? Когда я готовился к ответу, ну, прикидывал, ну, первое, ускорение разработок, да, мы можем с помощью этой лаборатории показать преимущества нашей технологии, наших совмещенных обмоток, да, но потом я немножко подумал и понял, что в принципе если бы не было лаборатории, мы в принципе не могли бы заниматься разработкой. Объясню почему, потому что что такое разработка двигателя? Приходит заказчик и говорит, мне нужен вот такой двигатель. У него есть техническое задание, вот технические параметры. Мы что делаем? Рассчитываем совмещенные обмотки, трехмерное моделирование у нас, отдельные специалисты по результатам делаем опытный образец, то есть у нас есть производственные мощности небольшие для создания опытных образцов и что дальше? Мы его предоставляем заказчику и говорим вот он он, забирайте. Он говорит, а как я проверю? Это то, что мне надо? Без экспериментального подтверждения параметров, которые прописаны в техническом задании, заказчику это неинтересно, поэтому ну а как по-другому проверить? Ну запустить он закрутился, да, много двигателей, которые крутятся, нужны двигатели уникальными характеристиками с высокой энергоэффективностью, да, то есть и они должны полностью отвечать требованиям заказчика. А подскажи, вот те данные, которые мы получаем, они документально как-то подтверждены? Документально? Ну на выходе каждой нашей каждой испытания заканчиваются протоколированием, то есть все значения мы соответственно завод заносим в протокол, вычисляем погрешности, кроме того, для того, чтобы провести испытания, мы должны, конечно же, разработать методику, то есть мы должны понимать, что хотят испытать, какие параметры. испытания бывают совершенно разные, то есть и сравнительные испытания бывают, и исследовательские, и доводочные, и очень важно на самом начале этапа договориться, что заказчик хочет получить. После этого мы согласовываем в виде какой-то программы и некой методики испытаний, либо же заказчик смотрит наше уже, у нас очень большая номенклатура уже разработанных документов, и уже, то есть мы договариваемся на берегу, а потом уже реализуем. И по результатам испытаний, по данным программам, если заказчик хочет, может, его представители могут присутствовать при испытаниях. Еще один очень важный вопрос. Насколько известна лаборатория среди бизнеса, как минимум в России? Ну, я могу сказать, что за последнее время ОНС узнали. Ну, это и благодаря тому, что развивается технология, благодаря деятельности и Solar Group, и Solar MASH, и наших каналов. Ну, и в том числе, потому что у нас за последние годы мы наработали какие-то компетенции и очень даже неплохие, то есть у нас появился опыт, у нас есть высокоточное оборудование, у нас есть специалисты, которые умеют им пользоваться, у нас есть программы, методики. Все, все это как раз повышает наш уровень, и к нам начинают обращаться заказчики из разных городов, и о нас знают. Поэтому в целом... Вопрос такой, из каких отраслей узнали о лаборатории, правильно повторил? Да. А что вы имеете в виду, отраслей? Объем, примерно, понимаете, за нас говорят, а кто... Мы слышали три, для производства легко есть вопросы. Есть возможность и пять в метро три стола. Вы хотите узнать, какие у нас заказчики, или каких... Еще раз. Применения, какие применения, это вопрос передаводом. Можно обласить? Давайте я помогу. Есть ряд и общепромыски, есть и специального исполнения, то есть, как вам сказать, есть двигатель, хотят испытать, да, или ведется разработка. При завершении этапа очередного изготовления опытного образца нам нужно подтвердить. Мы испытываем. Ну, и очень много у нас сейчас идет работ внутренних, то есть, мы ведем собственные разработки и все рассчитываемые двигатели, делаем образцы, испытываем. Знаете, как... Я не ответил? Я вот скажу так, давайте мы не будем заставлять Александра рассказать то, что закрыто договорами о конфиденциальности, но ответить можно еще таким образом. Дело в чем, как мы уже говорили, двигатели асинкронные применяются в разных средах жизни человека. И из разных областей, будь то перебрабатывающие какие-то отрасли, транспортные и так далее, есть интерес. Есть интерес к разработкам в первую очередь, но также есть и обращение уже от некоторых органов для того, чтобы решить споры между разными компаниями. Естественно... как один из вариантов, то есть бывают и такие случаи, просто случаев много обращаются по разным вопросам. Ну, если это не разработка, да, и не хотят заказать разработку, то у них есть уже какой-то объект контроля, они хотят узнать характеристики. Они говорят, вот двигатель, можешь испытать? Да, могу. А где они используют, ну, я не всегда интересуюсь. Но основной акцент мы все же стараемся делать именно на собственных разработках, потому что если делать акцент на другом, нам просто будет некогда заниматься ими. Ну, что-то еще? Да, я хотел бы добавить, что в последнее время мы даже уменьшили количество именно сторонних работ, потому что у нас сейчас мощности по максимуму загружены на выполнение своих собственных разработок. В первую очередь. А заказчики, ну, основная наша деятельность, это наши разработки. Ну, если есть заказчики, если у нас есть общий интерес, если есть свободная пауза, то мы, конечно же, помогаем в этой части, ну, и ведем совместное сотрудничество. Я предлагаю продолжить по будущему. Да, сейчас, а, про будущее, давай, конечно, я тогда тебя оставлю здесь одного. Да, ну, во-первых, у нас сейчас есть ограничения по площадям, то есть сейчас наша лаборатория, это небольшая комнатка, одна, где находятся стенды, и вторая небольшая, где находится все измерительное оборудование, нам не хватает. Зачастую есть объект контроля, да, но мы не можем взяться, потому что, ну, физически расположиться. Ко всему прочему, дополнительно, под лабораторию был протянут отдельный кабель с тем, чтобы у нас питание было получше, да, есть воздух дополнительно, и перемещаться куда-то нам нецелесообразно, поэтому единственный вариант, нам дождаться строительства и переехать. Площади, которые планируются под лабораторию отдать, где-то в 5-6 раз больше, чем у нас сейчас есть. За счет этого мы сразу же сможем, во-первых, проводить испытания одновременно, то есть у нас есть три нагрузочные машины сейчас, в настоящее время, но мы можем использовать одновременно одну. Там сразу же мы можем запускать хоть три в параллель. Мы сможем дополнительный персонал нанять, потому что, ну, сейчас тоже ограничения, вот, не хватает. Плюс мы можем расшириться по сторонним заказам, опять-таки, и плюс мы будем приобретать дополнительное оборудование, которое расширит возможности наших разработок. Потому что, вот, пример, где-то несколько недель назад к нам обратились, говорят, можете вот такой двигатель разработать? Мы посмотрели, не можем. Почему? Ну, можем, не можем испытать. Почему? Лаборатория просто мощности не хватит, у него настолько большие обороты, пока нету. Переедем в то, дооснастимся, и эти заказы мы тоже сможем брать. Можно еще такой вопрос, на что я объясняю? Да. Было сказано, что лаборатория не размещена в красном наделе. Да, да, да. Даже нечем размещать. Ну, внутри достаточно тяжело, я могу сказать так, что, давайте объясню так, пока у меня есть две части. Первая часть, то, куда я знаю, уже существует оборудование, у нас, куда я буду его размещать, как я его поставлю, как проложу. А вторая часть, это свободная площадь, которая в зависимости от заказов, в зависимости от того, насколько мы сможем позволить финансово себе дозакупить оборудование, вот туда будет дозакупаться. Если вы хотите еще, ну, какие преимущества дополнительно, здесь будет дополнительно отдельное питание, то есть качество питания будет на порядок лучше. Питание электричества. Да, это электричество, это не общий пит. Сейчас мы можем только контролировать то, что находится в пределах нормы, но мы никак не можем влиять. То есть, если у нас соседи там по цеху включат какое-то свое тяжелое оборудование, то нам придется просто еще раз проводить испытания, потому что качество не устраивает. там есть помехи, там другая чистота и так далее. Здесь этого не будет. Второе, пора, да? Пора. Ну, давай. Я предлагаю, я могу на перерыве остаться, если будут вопросы, подходите, ну, там 15-20 минут я могу еще уделить, а потом, к сожалению, на работу еще есть вопросы. Уважаемые коллеги, еще будет время задать вопросы, я думаю, мы с вами сможем еще пообщаться. Вот, а сейчас давайте двигаться дальше по презентации. Спасибо, Александр. Да, давай, микрофон. Спасибо. Микрофон. Попросим выйти на сцену Яну Олеговну и поговорить о... Следующий слайд включается. О том, чем занимается наш ведущий специалист, а именно по тентах. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Александр. Приветствую всех гостей. Многих мы уже видели, многие меня видели, знают. Но я поправлю немножко. Здесь речь не обо мне пойдет, а о специалисте, а о патентовании в компании. Я представляю тоже лабораторию, но занимаюсь также научно-технической информацией. Я вообще доцент по званию, поэтому так получилось. И в частности патентованием. Про патенты иногда возникают вопросы. Давайте мы кратко пройдемся по патентной работе в организации. Первое, для чего нам это нужно. Те, кто регулярно слушает передачи и Дмитрий Александрович, те слышали, он говорит, что патент защищает вас не от копирования прежде всего, а от патентного троллинга. От того, что на вас могут нажиться недоброжелатели, те, которые хотят на вас заработать, либо те, которые хотят уничтожить вашу компанию. Что такое патентный троллинг и почему патент от него защищает патент? Это охранный документ. Его задача у нас в России установить приоритет, авторство и исключительные права на использование какого-то технического решения. Занимается этим законодательство об интеллектуальной собственности. Патентоспособными у нас являются несколько видов объектов. Это изобретения, промышленные образцы и полезные модели. В основном у нас это изобретения. В чем проблема патентного троллинга, в чем эта защита? Например, у вас есть некоторое техническое решение и вы хотите реализовать его в продукте, вы хотите продавать на основе этого технического решения что-то, но вы его не защитили. При этом оно патентоспособно, вы продаете. Какая-то организация или физическое лицо регистрирует или покупает некоторый недействующий, обычно неиспользуемый патент, точнее неиспользуемый, который фактически это техническое решение защищает. И получается, что он уже является правообладателем. И вы как бы используете решение этого лица или организации. Поэтому он предъявляет вам претензии, открывает иск. И вы уже не можете доказать, что это решение ваше, потому что приоритет установлен патентом, который есть у патентообладателя. Приоритет в России это первенство технического решения перед схожими техническими решениями. То есть патентный тролль стремится сделать так, чтобы вы ему платили. По сути, это шантаж, но в рамках закона. И, к сожалению, бороться с этим зачастую невозможно. Открываются в лучшем случае длительные патентные иски, суды, споры, а в худшем случае происходит банкротство жертвы. То есть это главная функция патентования. Поэтому, если что-то разработано, это недостаточно. Проверить, создать опытные образцы, даже поставить производство и вывести на рынок, это должно быть запатентованно, если оно патентоспособно. Второе, ну, это, сами понимаете, это коммерциализация и нематериальные активы. Патенты, как объекты интеллектуальной собственности, это нематериальный актив компании. То есть они увеличивают ее капитализацию, стоимость и позволяют вам получать прибыль. Например, по лицензии, по патентам компании получают несключительные права на использование и вы можете ставить свою продукцию в производство у других компаний. Пример, это как компания Виктора Аристова АСПП Вейхай работает по патентам АСПП, то есть российского учредителя нашей компании Сволмаш, одной из. То есть вы получаете прибыль за счет этой интеллектуальной собственности. Так, патент на изобретение действует 20 лет, на полезную модель действует 10 лет, то есть в течение этого времени вы получаете прибыль. Если кто-то использует ваше техническое решение без лицензии, без этого патента, не ссылаясь на него и не отчисляет вам причитающиеся средства, деньги, вы имеете право тоже открыть патентный спор, иск и получить компенсацию. Ну и третье, это тоже то, что важно, например, для участия в таких проектах, как особая зона, это компетенции компании, это подтверждение ее профессионализма, это ее узнаваемость и так далее. Допустим, для того, чтобы вступить сюда в стать резидентом особой экономической зоны, помимо прочего, нам в заявке пришлось указывать, какие патенты, какие объекты интеллектуальной собственности у нас есть в этой области, то есть подтвердить свою компетенцию, потому что они проверяются. Ну и если вы ведете научную деятельность, то, само собой, это приравнивается к публикациям, то есть первое, это защита от недоброжелателей, защита от патентного троллинга, второе, это получение прибыли, коммерциализация, в том числе и у сторонних компаний, у лицензиатов, и третье, это репутация и подтверждение компетенций. Сколько на данный момент у нас сейчас объектов интеллектуальной собственности? Конкретно у Sowelmash 7 патентов на изобретения по своим заявкам, то есть которые были поданы уже в рамках Sowelmash, есть зарегистрированный товарный знак, это свидетельство, и еще 6 патентов были переданы от АССПП учредителя Sowelmash. Спасибо. Да, попробуем чуть помедленнее. То есть итого у нас 14 объектов интеллектуальной собственности у компании Sowelmash, и еще 12 в этой области у компании АССПП, у учредителя. Ну, помимо этого у АССПП есть патенты в других областях, это как плазменные технологии, всем известен Горыныч, тем, кто давно знает АССПП, освещение и так далее. Ну, нас интересует в основном, конечно, электропривод и двигатели. Что патентуется? Тоже кратко скажем, но в основном людям это известно, это прежде всего изобретение, то есть некоторое техническое решение, либо устройство, либо способ, то есть способ от изготовления до управления и измерений. либо полезная модель, тоже техническое решение, имеющее отношение к устройству, либо промышленный образец. Мы выбрали для патентования в основном изобретение, это наиболее сильные охранные документы. Во-первых, изобретение должно удовлетворять трём критериям. Первое, это новизна. Второе, изобретательский уровень, то есть для специалиста оно не должно следовать явным образом из уровня техники современного. И третье, это промышленная применимость. Если удовлетворяет всем трём критериям, то оно патентоспособно. Полезная модель удовлетворяет только двум критериям, это новизна и промышленная применимость. Как происходит сам процесс патентования? Иногда тоже спрашивают. Ну, в первую очередь ставится задача. Задача всегда связана с теми разработками, которые ведутся, то, что мы и испытываем, создаём. Начинается с патентного исследования. Проводится патентный поиск, можно использовать открытые базы патентные, можно использовать научно-техническую литературу, статьи, СМИ и так далее. То есть специалисты изучают уровень техники, тенденции его развития, рынок, если есть такая возможность, для того, чтобы посмотреть, кто что уже сделал и чем наше решение потенциально отличается. потому что патент должен содержать описание отличительных признаков, раскрывать суть этого изобретения. Мы будем в дальнейшем говорить об изобретении. Когда патентные исследования и поиск проведены, начинается уже сам процесс подготовки заявки. Если в рамках научно-исследовательской работы или опытно-конструкторской работы такой поиск ведётся, он тоже оформляется отдельным отчётом. В заявках в материалах входит описание изобретения, его формула, то есть она раскрывает суть, что это такое, а для чего применимо, и какие отличительные признаки. Обязательно ссылаться на аналоги и прототипы, то есть показывать, что вы изучили уровень техники и есть от чего отталкиваться. После подготовки заявки она уже направляется в органы исполнительной власти, которые этим занимаются. У нас в России в нашей патентной системе этим занимается Федеральный Институт промышленной собственности или ФИПС. Это подразделение Федеральной службы по интеллектуальной собственности или Роспатента. Мы оплачиваем пошлины на каждом этапе своем, отправляем заявку и ждём присвоения номера. Номер присвоен и начинается экспертиза. Самый сложный этап проходит в два этапа. Сначала формальная экспертиза устанавливает полноту и достаточность материалов заявки, что она корректна. После этого опять оплачивается пошлина и начинается самая главная экспертиза по существу. И вот здесь она может затянуться на месяцы и в принципе больше года. То есть у нас в среднем заявки проходят где-то за год, но это по опыту Совломаш. То есть эксперт также изучает уровень техники, изучает аналоги, что сделано в этой области, чем изобретение отличается от тех, что уже имеется, изучает патенты и прочее, 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 приводит свои доводы и старается оспорить патентоспособность вашего решения. Мы ведем переписку, где отвечаем на эти доводы, корректируем материалы, что-то изменяем и после этого направляем до 100 окончательных материалов. Проходит еще некоторое время и в итоге мы получаем наконец заключение и отчет о патентном поиске. То есть там мы видим прототипы, аналоги, с чем эксперт сравнил и получаем заключение. Естественно, это очень субъективный процесс, наиболее субъективный это установление изобретательского уровня, то есть, как я уже сказала, для специалиста изобретение не должно быть явным образом следовать из уровня техники. Иногда случается так, что решение не патентоспособно, поэтому вам следует готовить другое. Наша задача доказать его патентоспособность. Мы получили, сделали, и далее патент начинает свое действие от даты приоритета. И, например, в течение 20 лет патент можно использовать, то есть, продавать лицензии, ставить производство. После истечения срока действия патента он переходит в общественное достояние. То есть, свободно вы можете использовать технические решения в своих продуктах. Иногда я читаю комментарии на ютюбе, иногда в социальных сетях по поводу патентования и тролли, не патентные, а обычные тролли в софсетях и провокаторы, хейтеры пытаются нас подковырнуть по теме патентования. И вопрос обычно такой, что, мол, я читала ваши патенты, это какая-то ерунда, и где конкретика? Сразу видно, что человек не читал патентов вообще не представляет. И хочу пояснить такой момент. Почему по описанию устройства или способов патенте нельзя его реализовать как по инструкции? Патент это охранный документ, а не конструкторский. Его задача раскрыть существенные признаки, отличающие ваши технические решения от схожих. Как вы его будете реализовывать, это уже дело вашей технологии. То есть, это для эксперта. Если бы передавалась конструкторская документация, полное описание, такой патент легко бы обходился. Поэтому наша задача сформулировать признаки наших устройств с одной стороны как можно более общей, чтобы закрыть всю техническую область, насколько это возможно, с другой стороны конкретно для специалиста, чтобы он это техническое решение понял. Вообще считается, чем больше патентов зарегистрировано в какой-либо техническом области или направлении, тем труднее по нему работать. Троллем тем труднее вас, в общем-то, завалить. Тролли не пройдут? Тролли? Ну, мы постараемся сделать так, чтобы они не прошли. С нашей точки зрения, как специалистов разработчиков, да, чтобы не прошли. Но есть такая проблема копирования. Наверное, о ней хотим поговорить все-таки. А вот я сказала, у нас не защищают от копирования. А что же делать? А если за рубежом скопируют еще где-то и поставят такую же продукцию в производство? Наверное, об этом хотели услышать. Изначально давайте исходить из того, всегда необходимо исходить из того, что принципиально от копирования не защищено ничто. Вот. Поэтому для защиты есть различные стратегии. Первое – это именно патентование в той патентной системе, в той стране, на рынок, в которой мы собираемся выходить с этими решениями. И второе – это стратегия опережающего развития. Ну, плюс отдельно хотел бы сказать о том, что есть такое понятие, как цена копирования. Необходимо вести свою патентную политику и разработку таким образом, чтобы цена копирования ваших устройств для конкурентов была необоснованно высока, чтобы экономически нецелесообразно было у вас что-то копировать и выдавать за свои изделия, вводя на рунный рынок. Это задача разработчиков. То есть, разрабатывая какое-то решение, инженеры уже в будущем знают, представляют, как можно его дальше улучшить, удешевить. Например, проводят функционально-стоимосной анализ и на несколько шагов вперед они знают, что они будут делать дальше. То есть, пока будет скопировано одно решение, можно будет успеть вывести на рынок либо защитить еще несколько другие. Это относится к стратегии опережающего развития. И задают еще такой вопрос, почему у Совалмаш нет патентов международных или зарубежных. На данный момент мы считаем, что патентования в России достаточно, то есть, оно закрывает цели компании, которые поставлены на сегодняшний день, но возможности патентования за рубежом тем не менее сохраняются, зависит от рынков, на которые будут ориентированы изделия. Потом хотел бы напомнить о том, что все эти процессы патентования и поддержания патентов, они тоже не бесплатны. И нерационально было бы сейчас получить патент в системе PCT, допустим, международный, платить за него, но ждать еще года, когда мы выйдем на рынки других стран, тем более в существующей политической и экономической обстановке, когда мы работаем в большой неопределенности. А на этом давайте немножечко остановимся. Спасибо, Ян, за очень подробный комментарий. Я думаю, что действительно Александр и я смогли раскрыть некоторую завесу тайны, которая остается за ширмой. То, что не видят ни участники проекта, ни участники бизнеса, да в принципе никто, это то, что остается за дверями Совалмаш. И вот благодаря тому, что все это остается тайным, наши коллеги могут воплощать все наши с вами идеи, задачи и цели, к которым мы так дружно стремимся. Собственно, вот сейчас я бы хотел, наверное, подвести некоторый итог выступления представителей команды Совалмаш, именно разработчиков и так далее, и так далее, вот от лица коих мы сегодня говорили. Дело вот в чем. Проект, по сути, является действительно уникальным. А уникален он в первую очередь тем, что, как я уже говорил в начале своего выступления, он объединяет огромное количество людей по всему миру. И объединяться можно на разные темы. Можно, скажем, собирать марки, можно коллекционировать вино, можно делать что угодно. но наша задача достаточно сложна и нетривиальна. Мы с вами выполняем функцию того механизма, который популяризирует инновационный бизнес. Мало того, что мы его популяризируем, мы его создаем. Мы создаем бизнес нового технологического уклада. Вот как раз таки то, о чем говорила Яна, создать продукт, который будет достаточно сложен и достаточно дорогостоящим при копировании, вот это то, что делает сейчас компания Сувалмаш. То технологическое оборудование, те технологии, те принципы, которые применяются в ходе развития не только технической части проекта, но и той, которая сегодня позволила нам собраться здесь. Это говорит о том, что мы движемся в правильном и нужном направлении и благодаря нашему успеху в дальнейшем возможно мультиплицирование подобных проектов, подобных задач и развития стратегически важных направлений промышленности. Вот только вдумайтесь, насколько это вообще нереально звучит, создание промышленности, развитие промышленности людьми, которые друг друга даже раньше не знали, объединились и просто сделали это. А мы с вами уже близко. Вон там вот за забором стоит то здание, которое позволит нам с вами уже, я думаю, надеюсь, что в ближайшее время, конечно, я немножко здесь лукавлю, какое-то время все-таки пройдет, но увидеть выпуск серийных партий двигателей, контроллеров, да и многого другого. Поэтому спасибо вам огромное за участие, спасибо за внимание и на этом наша часть заканчивается. Спасибо. Большое спасибо, Александр, большое спасибо уважаемые коллеги из Совалмаш. Ну что, а мы с вами продолжаем. Мы продолжаем говорить про технологии, про инновации. Еще у нас два спикера, сейчас полчаса и после этого мы отправимся на обеденный перерыв, поэтому, если кто-то устал, не переживайте, совсем скоро можно будет пообедать. Ну а сейчас я хочу позвать на эту сцену замечательного человека, эксперта в области инновации, человек, который продвигает инновации по всему миру, причем не только нашу, он сотрудничает с различными проектами, Керамжит Ситх, и сейчас он расскажет про то, как он видит развитие всего того, о чем мы сейчас с вами говорили в рамках всего мира и каково место нашей технологии вот в мире электродвигателей. Так, Керамжит. Да, пожалуйста. Кликер. 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 Подождите. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня я хотел бы рассказать вам о размере рынка, о росте рынка и о том, как развивается рынок промышленных двигателей. Какие цифры мы можем назвать здесь? Я хочу спросить, как много логов, номеров или фигур? Фигур. Какие типы фигур? Я не понимаю. Например, если вы идете на работу, вы нужны цифры. Номер цифров, номер банк. Например, когда мы говорим о цифрах, об объеме заработных плат, об объеме каких-то банковских платежей, которые мы получаем, какие цифры мы можем назвать здесь? Сейчас я хотел бы узнать, сколько вы берете займов. Поднимите, пожалуйста, руки, те, кто брали займы. Никто не брал кредиты. В России мы не берем логов. В России мы не берем логов в России. Окей. So how many things this number are the decision-making factors? We don't take loads at all. I don't know. I don't know why. See, basically, I will take up the slide with numbers and with disclaimers that this number I have gathered from the industries and this is just for the general information. Ну, сейчас хотел бы показать вам один слайд, на котором указана общая информация о количестве займов по различным отраслям. So we will talk here the induction motors. This is the typical diagram of the induction motors and where this Levenka technology are going to be the use. And these are the top 10 sectors where Slevenka technology motors can be used like space technology, construction equipment, medical equipment, production and industrial equipment, electrical vehicles, military equipment, equipment for minerals and extraction, household appliances, handhold and power generation equipment. This is the figure world market of the induction motors. If you will see, in 2021 it was 18.4 billion dollars. And in 2021 it is predicted it should be 30.2 million dollars. which means average 8.48% market growth is there. This is the figure about the overall electrical vehicles in which industrial motors are used. And here you can see the overall electrical vehicles in which industrial motors are used. From this figure you can see that 17% are the induction motors and 77% is the permanent magnet motors. These factors, this 77% is the very critical and important figure because in that sector Slevenka has lots of opportunities to get the orders. And we must understand that this sector is the market which is 77% is really important for the sector because in that we can get many orders. Sorry. Maybe the next slide. They have changed. See, now they have changed. So this is basically the pollution what we are facing today's environment challenge is the pollution. Well, here we see that in the moment we are facing серьезными вызовами. В частности, это загрязнение окружающей среды. And from this figure you see the carbon emission in the worldwide. One-fifth is coming from the diesel motors from the transportation. А здесь вы видите выбросы углекислого газа и одна-пятая часть от этих выбросов приходится на транспортный сектор. And out of this one-fifth 90% are coming from the diesel motors. And you can see that 385,000 people have died prematurely because of this pollution issue. And mainly from China and India. So you can understand how serious this problem is. таким образом вы понимаете, что эта проблема действительно очень серьезна. So what we are looking for now the green energy and green life. Что нам нужно сегодня? Это зеленая энергия. Это зеленая жизнь. For that we have to go for the green electric city or green car or electric car. и для этого мы должны использовать зеленую энергию или электромобили. See, this is the figure which shows how the worldwide electrification will going to happen. Means by when you see the figure here. 2020 it is hardly few thousand only. what on this graph you see the progress of the of the electric vehicles in the world. That is, that is, that is, that is, that is, that is, that will be in the 20th year. And by 2035 you will see almost all the worldwide car will be going to be electrical car. and Europe is at the top one followed by USA and China. Now, this figure will tell you the investment what is going on in electric sectors. See, total $329 billion has to be invested till 2020 to 2020, sorry. 2020? 2020. The main factor is here it takes 10 years to raise the investment of 229 billion. For 229 billion it takes 10 years. but from January 2000 to October 2020, which means in 10 months 100 million investment coming into electrical vehicle sector sector. We can imagine what is the phase this electrical sector will going to happen. Yeah, please. because any investor want to invest for the project where there is a good market segment or good potential is there. And industries also investing in a big money into this electrical sector. And so many industries invest in this sector of cars. See our minister Mr. Nitin Gerkari he mentioned his 17 June 2022 statement that within one year the cost of electrical vehicles and the cost of normal diesel vehicles and petrol vehicles will be almost same. today's major difficulty why people are not going for electric vehicles because it is 40-50% costlier than diesel or petrol vehicles. We know, что в настоящий момент люди не приобретают электромобили, потому что их цена на 40-50% выше, чем стоимость бензиновых автомобилей. And once the cost of electric vehicle and diesel vehicles will be the same, demand will rise drastically very high. Однако, когда стоимость бензиновых автомобилей и электромобилей будет одинакова, спрос на электромобиль значительно возрастет. This is the figure what we are talking about. The forecast of electric vehicle market in India by 2025. And this you see the numbers of This is the forecast of to 2025. Like for electrical scooter, the first one if you will see, from 2019 to 2025, there are 23 times market growth has growing. this we see how this has from 2019 to 2025 he has been significant. 1,3 million to 3 million. In 2019 it was 1,3 million by 2025 it will be 3 million. And the second one is E-Rixa which was in 2019 0,42 million rickshaw tuk-tuk. And we see that the market tuk-tuk in 2019 was 2,3 million and by 2025 it will be going to 1,3 Sorry, what it was in 2019? It was 0,42 million. 0,42 So excuse please in 2019 it was 0,42 million and in 2025 составит 1,000,000 and for E-Rixa it was 2019 5,000 and in 2025 it will be 0,54 million and then E-passenger car it was like 3,000 in 2019 and then passajir elektromobili in 2019 he was 3,600 and by 2025 it will be 0,27 million and 2025 he will be 270 and then the electrical bus earlier it was 400 and by 2025 it will be around 6,000 So this is the overall market for the electrical motors if you will see 1,23 billion for the induction motors and then 1,86 billion for the batteries and 1,47 billion for the power electronics and 0,23 billion for the charging station 0,23 миллиарда зарядной станции and this is the basic all the major advantage of the slavienka technology like saving electricity например экономия электрической энергии increasing starting torque увеличение пускового момента reducing interest current уменьшение пускового тока reducing noise level reducing noise level reducing stator winding temperature снижение температуры снижение температуры обмоток статора повышение повышение электроэффективности двигателя и снижение себестоимости производства Thank you very much Спасибо за внимание Керанжит большое спасибо за выступление Ну и что на этом мы продолжаем нашу официальную часть сейчас у нас будет речь уже идти не про технологию в своей массе мы больше будем говорить про инвестиции и наши результаты после этого у нас будет блок с ответами на вопросы поэтому если у вас есть вопросы вы можете потихонечку их готовить и вся эта часть наша займет где-то 1 час 15 минут после этого мы сразу все с вами двигаемся в сторону строительной площадки и там уже проводим столько времени сколько нам потребуется я думаю что можно начинать и начнем мы сразу с самого интересного контента и говорить мы будем про результаты цифры и достижения именно в цифрах а цифра это лучший показатель наших результатов встречайте Павел Шацкий именно он сегодня вам об этом расскажет спасибо Павел еще раз приветствую вас в нашей теплой сегодняшней атмосфере сегодня мы подведем промежуточные итоги на сегодняшний день в 2022 году что мы имеем для начала хотелось бы пока гости наши присаживаются хотелось бы узнать кто у нас сегодня в зале подскажите пожалуйста поднимите руки есть ли инвесторы в зале супер супер а есть ли те люди кто не инвестировал еще отлично отлично а есть ли партнеры в нашем зале кто занимается продвижением проекта спасибо вам супер спасибо давайте с этого и начнем с тех цифр о которых хочется сказать на сегодняшний день у нас 46 тысяч почти 47 тысяч совладельцев компании совалмаш с чем я вас и поздравляю вас большинство в этом зале всего в нашем личном кабинете зарегистрировано 367 тысяч участников это означает то что эти люди обладают определенным потенциалом по отношению к нашему текущему проекту и будущим проектам также в принципе это означает то что эти люди знают и о проекте и о компании и о технологии по всему миру на сегодняшний день благодаря нашим партнерам а их на сегодняшний день не 14 тысяч 300 человек на сегодняшний день их 85 тысяч партнеров по всему миру и из них 14 тысяч 300 человек это те люди которые заработали с нами за все это время огромное им за это спасибо оп интересная информация вот если говорить об инвестициях Павел Ахметов внимательный да на сегодняшний день мы привлекли в проект 47 миллионов 800 3 тысячи 407 долларов да это наши деньги это ваши деньги благодаря этим деньгам мы сегодня пойдем на строительную площадку и посмотрим что было реализовано было продано 67 тысяч 176 инвестиционных пакетов и оформлено 23 миллиарда 544 203 135 доли это те доли которые оформлены нашим инвесторам хочу напомнить то что инвесторы будут получать будущую прибыль свои дивиденды в виде дивидендов эквивалентно именно этим долям компания Solar Group ничего не принадлежит все доли принадлежат 100% инвесторов а именно вам ну и нам в том числе если говорить о количестве инвесторов в этом году Индия с чем я и поздравляю по количеству обогнала все остальные страны поздравляем на втором месте это Россия далее идут национальные представительства представители национальных представительств да фотографируйте пожалуйста но при этом Россия находится по объему инвестиций на первом месте здесь наибольшие чеки вот хочется заметить то что в этом году Вьетнам обогнал по объему инвестиций Индию именно в этом месяце но у них такая постоянная борьба между объемом инвестиций и количеством инвесторов также у нас открылись в этом году представительства на сегодняшний день официально у нас открыто 19 представительств по всему миру представительства в некоторых представительствах у нас есть офисы В этих представительствах проводятся регулярные встречи, презентации, консультации с нашими потенциальными действующими клиентами, а также потенциальными заказчиками, которых становится все больше и больше, они проявляют интерес к нашему бизнесу. Также в этом году мы планируем открыть еще как минимум три национальных представительства, это в Латинской Америке, в Европе и в Азии. Хочется поговорить о людях, вы наверняка всех их знаете, это Сергей Семенов, благодаря которому была создана компания, Павел Филиппов, который руководит отделом рекламы и связи с общественностью. Я уже даже не знаю, сколько часов вебинаров он провел. Павел Шацкий, это я. Алиса Кузнецова, это наш руководитель партнерской сети, кто занимается развитием сети, создает инфраструктуру для того, чтобы партнеры могли эффективно заниматься своей деятельностью. Евгений Лавринов, это руководитель клиентского сервиса. Сейчас мы каждый отдел затронем с вами. И Виталий Аверьянов, это наш IT-директор. Давайте поаплодируем им. Хочется чуть больше сказать о людях, которые создают ту инфраструктуру, благодаря которой мы смогли организовать такой объем финансирования. И хочется затронуть главные аспекты нашей инфраструктуры и немного рассказать о показателях в этих аспектах. Наверное, стоит начать с финансового отдела. Это ключевой аспект, благодаря которому в первую очередь мы создаем финансовую инфраструктуру, чтобы люди могли пополнять личный кабинет, а также партнеры могли выводить реферальное вознаграждение и реинвестировать его также. На сегодняшний день у нас по всему миру используется 30 способов пополнения. Это очень много. Даже для альтернативных проектов это очень много. Затронуть клиентский сервис. На сегодняшний день у нас работает поддержка на семи языках. Это носители, которые оказывают поддержку. Они обрабатывают полторы тысячи входящих обращений от клиентов со всего мира за один месяц и десять тысяч звонков. Это входящие и исходящие звонки. А также поддержка работает и на других 14 языках, но уже не через носители, а через автоматизированные сервисы перевода. Хочется затронуть партнерский отдел. У нас на сегодняшний день 11 национальных представителей. В некоторых странах курирует одну страну не один национальный представитель, где-то 4, 5, 3. А также координирует их деятельность 4 куратора национальных партнеров. И как я уже говорил, у нас 85 тысяч партнеров по всему миру. Можно сказать, что это 85 тысяч дистрибьюторов, которые продают сейчас инвестиции и в последующем смогут продавать другую продукцию. Хочется затронуть маркетинг. В отделе у нас работает 15 сотрудников. Всего, кстати, у нас 89 сотрудников работает в компании. Команда у нас диверсифицирована по всему миру. Также дополнительно мы пользуемся услугами переводчиков. Вместе с нами работает 21 переводчик. На сегодняшний день в месяц на 20 языках отдел маркетинга выпускает для вас 45 новостей. 20 из которых видеоматериалы, которые озвучиваются на 8 языках. И, внимание, мы отправляем более 1 миллиона писем в месяц. Как вы заметили, мы этот год начали с изменением личного кабинета. Мы перешли на новый созданный личный кабинет, который позволяет нам масштабироваться. Который позволяет быстро и безопасно пользователям использовать личный кабинет. И ту технологию, которую мы сейчас используем, это самая современная технология. Эту технологию также использует Google и Facebook. Также в этом году мы запустили наше предложение. Вы его сейчас можете скачать на Apple Store и на Google Marketing. Сегодня оно имеет функционал информационный. Но в ближайшее время мы добавим туда все функции, которые реализованы в личном кабинете. И, внимание, сейчас мы работаем, команда наша работает над созданием собственного платежного сервиса, который снизит для нас и вас риски, а также снизит комиссии за транзакции. Ну и хочется рассказать о юридическом отделе. Все такие думают, что такое Solar Group. Это, наверное, одна компания. Но на самом деле у нас 7, зарегистрировано по всему миру 7 юридических лиц. А также в плане у нас зарегистрировать еще 2 юридических лица, для того чтобы мы легально могли безопасно работать по всему миру. Давайте поаплодируем нашей команде. Благодаря им мы также достигли тех результатов, которые мы имеем. Сейчас я хочу передать слово нашим национальным партнерам, а также тем делегациям, которые к нам приехали. Ну и, конечно же, начать я хочу с России. А, нет, не хочу. Забыл. Впереди у нас 2023 год. И как вы думаете, что мы планируем сделать в этом году? Да, мы планируем завершить финансирование успешно, завершить финансирование проекта. И, конечно же, получить уже какую-то прибыль, видимо. Да, и что нам для этого необходимо сделать? Павел Ахметов, внимание. Нам необходимо собрать столько денег. Всего осталось 12 миллионов 196 тысяч 593 долларов. И я хочу вам напомнить то, что сейчас действуют акции. Я не хочу вам ничего продавать, я просто хочу напомнить, потому что не все о ней знают. И сейчас можно максимально выгодно инвестировать в проект. Можно восстановить свой проект, пакет инвестиционный, можно его увеличить и выгодно купить. При этом получить до 50% долей. Помните все? В личном кабинете смотрите, заходите, покупаете новые пакеты и увеличиваете свою долю. Теперь вы все знаете, сколько денег собрали, сколько было, сколько долей, сколько у вас долей сравнили и увеличили свой актив. Так, а теперь перейдем к национальным партнерам и поприветствуем Александра Манжулу. Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры. Я рад, что мне предоставилась сегодня возможность выступить перед вами. Меня зовут Александр Манжулу. Я со старта проекта 2017 года, со дня его основания, являюсь активным инвестором и партнером и продвигаю этот проект на территории своей страны. Также около года являюсь национальным партнером в России. И если говорить о моей стране, то вы все прекрасно видите, какие сегодня события происходят в мире. И это также отражается и на нашем проекте. Многие российские компании покинули российский рынок. Но при этом спрос, как вы знаете наверняка из вебинаров Дмитрия Александровича Дуйнова, спрос он никуда не делся. И на самом деле это время возможности для нас, время возможности для нашей компании проявить себя, занять свое место, свою нишу. И мы все для этого делаем. ПКТБ, то здание, которое мы сейчас строим, оно уже должно сегодня работать и приносить, по сути, нам прибыль. Потому что сейчас то самое время, когда оно наиболее эффективно было бы. Команда делает все возможное для этого. Команда Дмитрия Александровича Дуйнова. Это огромный труд. Я же со своей стороны, со стороны национального партнера, со стороны активного партнера, также делаю все возможное, не покладая рук. И июль месяц был наиболее показательным в этом плане. Мы перевыполнили план на 290%, именно финансовый план. И я хочу выразить огромную благодарность тем партнерам, тем активным партнерам, кто работает не покладая рук. Потому что есть тот самый мотор, который двигает всех нас к общей цели. И если мы не будем сбавлять темп и сделаем в этом месяце еще лучший результат, то мы закроем ту цель, которая стоит перед нами. Именно инженерные сети, вы также наверняка про это знаете, как раз акция под это вышла. То есть закроем на 300%. И у меня есть конкретное предложение для каждого из вас, для всех, кто находится в этом зале. Что мы можем сделать? Как мы можем улучшить финансирование, ускорить его? У всех из вас есть мобильные телефоны. И сегодня есть уникальная возможность посетить строительную площадку, побывать лично, увидеть ее. И эту возможность можно использовать для себя. Запишите себя на видео на фоне по КТБ, расскажите о том, что вы испытываете. Наверняка многие здесь присутствующие, кто видели только на рендерах, это издание, а сейчас оно уже построено. И это те эмоции, которые вы можете передать на видео. Потому что, например, у меня есть много знакомых, которые мне не поверили в самом начале, когда я им рассказывал про то, что мы добьемся этого. И сейчас это будет большим аргументом для многих из вас, для меня в том числе. Я то же самое сделаю. Запишите себя, расскажите об этом. Ведь чем стабильнее наше финансирование, тем меньше рисков у каждого из вас в проекте. И мы, активные партнеры, делаем все для того, чтобы это было в срок, чтобы финансирование продолжалось, и мы достроили здание и начали получать прибыль. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Дальше я хочу пригласить на сцену Жили Вейбера. Жиль. Жиль Вейбер является национальным партнером, наверное, во всех франкоговорящих африканских странах. Но если еще не во всех, то мы их дожмем. А также Жиль является первым национальным партнером. Именно с ним мы откатывали эту модель, создавали инфраструктуру для работы партнеров. Так что, Жиль, огромное тебе спасибо за тот вклад, который ты сделал. Даю тебе слово. Добрый день. Смотрите, что со мной стало. Ну, это такое небольшое видение. Если кто-то не понял, ничего страшного. Итак, я сегодня являюсь национальным представителем в ряде стран. На самом деле, у меня столько всяких должностей, столько всяких званий, что я сам уже забываю про них. То есть, я являюсь национальным представителем семи стран, у меня очень большое количество работы. Потому что некоторые люди уже верят в проект. Я им, так сказать, управляю, пилотирую. Но есть люди, которые еще не до конца верят. И я должна в них эту веру вселять. И, как вы знаете, я, лично, я сейчас партнер национальный партнер из шесть стран Африки. Я являюсь национальным представителем шести африканских стран. И раньше я приезжала в Россию один. А сегодня у меня большая возможность приезжать с моими друзьями из Африки. Вот они, это люди из Бенина, Того, Камерон и Сенегала. Из них, некоторые люди впервые вообще выехали из африканского континента. Пенси, так сказать, что это будет в их память, что они приехали в первый стран, который они посетили в Африке, это Россия. И вы знаете, они инвестировали. И, конечно, так как они инвестировали, они много ждут от этого и хотят получить что-то взамен. И, как они инвестировали, они много ждут от этого и хотят получить что-то взамен. И, вы знаете, Алиса Кузнецова нам часто говорит, что она очень любит storytelling, так называемый. Я хотела бы сейчас как раз этот storytelling здесь немножко попрактиковать. И в апреле 2020 года я проводил конференцию в Бенине. И, к большому сожалению, я, в общем-то, застряла в Бенине. Но, в конце концов, оказалось, что, в общем-то, я там специально остался. И, в то время, они мне сказали, что ничего не возможно. А тогда, когда все это только начиналось, мне говорили, что все больше ничего не возможно из-за ковида. Мы не можем больше делать физические презентации. Невозможно проводить физические презентации. Это невозможно. Мне говорили, что это невозможно. Но я говорила, что все возможно, нет ничего невозможного. И потом я уже начала думать. Ну что, я тут уже хожу по кругу. Я не могу на карантине два месяца сидеть. Мы, в конце концов, в конференцию запланировали. И в этот момент, мы начали с моей ассистенткой Барбарой и с моим другом Альфонсом из Бенина. Мы начали в этот момент проводить физические презентации. И за несколько месяцев мы смогли зарегистрировать больше чем 800 человек. Хотя в это же самое время люди говорили, что сейчас ковид бушует, и ничего такого невозможно достичь. Надеюсь, вы поняли, что, конечно, заниматься партнерской деятельностью, это непросто. Но нужно делать, нужно активно работать. И, конечно же, я хотела бы приветствовать человека, который очень для меня много значит сегодня. Это как раз моя ассистентка. И во многом благодаря ей я уже два года, как в Африке. Это также была моя компания. Так что она сейчас и моя спутница жизни тоже. И я хотела бы вам аплодисеть все. Я не знаю, что она была в параде. Барбара, ты здесь? Давайте аплодируем. Сначала давайте спросим. Барбара, ты вообще здесь? Музыка, пожалуйста. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сами понимаете, что когда с вами работает такая ассистентка днем и ночью, можно заработать максимум денег, и я вам этого, конечно, желаю всем. Продолжение следует... 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 Когда начался этот проект, он претерпел в мире, претерпел много-много изменений, которые коснулись. COVID, не COVID, другие проблематичные ситуации, которые происходят поблизи России. Но что вы здесь нашли? Какую позитивную энергию? Наш проект так и не остановился. Даже не на один день. Мы выросли на 360 градусов. Никто об этом не говорит, только задают вопросы, наши деньги в безопасности, не в безопасности. Знаете почему? Потому что мы сами себе не верим в то, что мы делаем. Мы не верим в то, что завтра мы проснемся. Сначала верьте в самих себя, и потом верьте в проект. Станьте перед зеркалом, проговорите, что вы хотите сделать в этой жизни. Мы не в мире мертвых. Мне спрашивают, почему я мало сплю. Когда я умру, я буду спать постоянно. Хочу оставить свою память в мире. Как Дмитрий Дуйнов помогает этому миру. Но мы почему-то иногда не помогаем даже нашим ближним, которые в нашем доме находятся. Мне нравится этот великолепный мир. Здесь наши друзья из Нигерии, из Африки. Латинская Америка. Возможно, все думают, что эти страны бедные, Индия бедная. Или Руссия бедная. Именно эти страны развиваются сегодня. Почему я инвестирую в эти страны? Мы открыли два компании в двух странах, где Елена и Массимилиано уже в двух этих странах зарестрируют ее лицо. Потому что я верю первое в сам себя. Верю в то, что я буду делать. Как только вы также будете это понимать и поверите в себя, у вас поменяется жизнь. Как Джилл Вебер, вы также снимете пиджак. Так же, как кто работает в сельском хозяйстве, снимет пиджак. Но это не важно. Но мы должны помочь развиться нашим соседям, те, кто в нашей стране, и те, кто в других странах. Если вы в этом проекте уже участвуете, почему вы не делаете так, чтобы о нем узнали другие? Или вы сами не хотите больше зарабатывать, или не хотите, чтобы заработали кто-то еще другой? Я предлагаю это всем, которые находятся в мире. Добро пожаловать в Solar Group, добро пожаловать в проект двигателей до Инова. Прошу прощения. Благодарю всех. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Ты остаешь? Сcusatemi. Tutti curatori, rispetto a tutti curatori, che se nocete voi anche, magari non siamo qui anche. Благодарю, также выражаю поддержку, благодарно всем curaторам. Без них мы бы не были сегодня здесь. Qua Dimitri lavora per me giorno-ноte anche lui. Дмитрий работает день и ночь для этого. Rispetto come mio fratello, più che un curatore. Уважаю его как друга, а не только как curaтора. Un saluto. Saluto. Спасибо, Верди. Анандрой, можно, пожалуйста, тебя тоже на сцену? И... Да, да. Намасте. Всем здрасте. Jain. Я Анандрой, из Индии. Я в этой компании с 2019 года, с января месяца. До этого я работал в Индийском морском флоте. Я работал в Индии. Я работал в техническом инженером. То мера, мотор, с января, он лет 20 лет. Так что я с моторами связан уже как лет 20. И когда я услышал про этот проект, про эту технологию, я сразу понял, насколько это будет для нас продуктивным. Именно в Индии. Сегодня я бы хотел сказать, что как в Индии мы получили финансовую независимость через этот проект. А как вы знаете, что в проекте Solar Group вы можете начать зарабатывать и не инвестируя. То есть это прекрасная возможность у нас. Это прекрасная возможность. Моя команда состоит, грубо говоря, из 1400 членов. И как вам известно, что вы хотите, если быстро разбогатеться, у вас должно быть двое-трое вещей. Если не женат, надо найти богатую девчонку и жениться. Это вариант номер один. Ну или ваши родители, предки вам оставили многое с чего после себя. Третий вариант, то, что называется воровство. Четвертый вариант, который у нас, это инвестиции. И как вы знаете, Роберт Кио Сааке, в котором есть четыре человека. Есть четыре типа людей. Employee, self-employee, бизнес-мен и инвестор. Employee, self-employee, сотрудник, сотрудник, бизнесмен и инвестор. У нас как раз возможность та, которая у инвестора. Так что у вас есть уникальная возможность. Если у вас есть какая-то определенная сумма денег, даже если небольшая, можете инвестировать в 25-26 году, когда уже начнется производство, у вас будет прекрасная возможность начать зарабатывать прибыль. Для Индии это вообще уникальная возможность и инвестиции. И как вам сегодня говорили, что министр Индии сказал, что в 30-м году стоимость дизельного автомобиля электрического сравняется. Так что это уникальная возможность. Все планы у Индии, которые, учитывая население Индии, учитывая загрязнение, которое исходит из этого населения, и все планы государственные, которые у Индии, я уверен, что проект Doinova, проект Solar Group сыграет очень большую роль. Все те сферы деятельности, которые есть в Индии, где можно употребить электричество, электрические инструменты, транспорт, вот все эти возможности как раз и предоставляются. Так что я хочу вас именно об этом попросить, чтобы вы рассказывали про эту технологию в ваших странах, побольше людям, и пока мы еще не вышли на биржу, у вас есть прекрасная возможность зарабатывать на рефералах. Я бы хотел еще раз обратиться ко всем. Как я уже говорил, что рассказывайте про эту технологию, а своим индийским коллегам я хотел бы сказать, что страна очень большая, а сфера деятельности их очень много, так что есть это очень большие возможности. Даневат, thank you, namaskar. Спасибо большое. Да. Это наши коллеги из Непала. Совсем недавно мы открыли представительство в Непале. Вот именно поэтому они обогнали Россию по числу инвесторов. Давайте дадим им слово. Они внесли значительный вклад в реализацию проекта. Уды inte комфорт. Стоит ли? Я его сказал. Да. Евгений. Евгений. Spot on. Намасте, сабко. Всем здрасте. Мы все из Непала, но не только отсюда. Меня зовут Прабхат, и я два салта в Соляр Группе. Меня зовут Прабхат, я уже два года с этим проектом связан. Если кто не знает, Непал находится как раз где находятся Гималайские горы. А я всегда хотел посетить Россию. И вот я в России. И теперь от гордости я чувствую себя выше, чем даже Гималайи. Тому причина Соляр Групп. Первым делом от всей моей команды, от себя я хотел бы сказать большое спасибо компании Соляр Групп. По правилам непальского правительства, инвестировать в иностранные проекты запрещается. Понятие крауд инвестмента тоже запрещено, нельзя. Криптовалюту можно просто забыть. Но как вы видите, мы все равно это делаем. Потому что мы верим в проект в компании Соляр Групп. Потому что это технология будущего. И Непал такая страна, где нет выхода на море. У нас автомобили не производятся. Страна маленькая. Но сердце большое. Мы из такой страны. Что все, что мы здесь сфотографируем. Мы не совсем сможем это все запостить. Но мы все равно это делаем. Потому что верим в компанию Соляр Групп, верим в технологию. У нас, как я вам уже сказал, нельзя инвестировать в иностранные компании. Понятие краудфандинг, криптовалют, все отсутствует. Но у нас очень много городов. И очень много мелких транспортов, которые ездят по этим дорогам. У нас нет дизельного патруля. У нас нет продукции. Есть еще один такой немаловажный фактор, что страна не добывает свою нефть. Я не знаю, насколько эта технология для вас важна. Но, как я вам сказал, для нас очень колоссально важна. И вот почему, несмотря на все запреты от правительства, я собрал команду в 500 человек. Собрали более половины миллионов. И это все мы сделали без каких-то конференций, физических. Это все мы сделали онлайн. Я знаю, что вы не понимаете мой язык. И ваш язык напрямую я не понимаю. Но у нас один язык. И мы его прекрасно понимаем. Охе саксис. И это... И хам сабко мэтс картае. Саб еки лэнгвизг, ко самаджа те хе. Охе лайфе саксис она. Хам бе аапке сад бе. Аап бе амаре сад бе. Это сабцы бари баты. У нас у всех одна и та же цель. Это как бы достичь максимальной прибыли. Айе аапур хам билке. Иску ааге бляйе. А давайте вместе продвигать проект и технологию. Хам истидна мускилке сад бе. Хам истидна мускилке бабзудби Непалме чип-чипке кам каррэй. А если мы не можем это делать, учитывая все трудности и запреты. Аап лутто опанли кар саде. Вы открыты можете. Почему не можете делать? Хам чатэ хэм. Хам чатэ хэм. Непалме хам эскка маркетинг не карпатэ. Легин. Непалме эс продактко леза кэ сэл кар шактэ. Боут бодо деманд крээйт кар шактэ. Мы не можем как бы не очень-то заниматься маркетингом для проекта. Но технологию мы хотим там продавать. Мне и я на сцене. Я хотел бы обратиться к менеджменту, чтобы они приезжали с технологией к нам. Мы вас познакомим со всеми дилерами, производителями моторов, и мы будем продвигать эту технологию. Я и моя команда будем вкладываться по максимальному, чтобы продвинуть проект и саму технологию. Спасибо. Моей команде спасибо. Большое спасибо. Всему Солар Группу и вам всем спасибо. Спасибо огромное. Вы на всякие неважные проблемы обращаетесь слишком много внимания. Я сомневаюсь, что у вас есть более серьезные проблемы, чем у них. Чтобы даже после всех запретов от правительства они работают, так что мы тоже можем. Я думаю, что хорошая возможность у нас у них поучиться. Спасибо огромное. Спасибо большое. Далее на сцену приглашаю Шака Марли, национального партнера Нигерии. Давайте аплодируем. Standing on the existing protocol, my name is Amali Ishaku. Следуя протоколу, меня зовут Ishaku Marli. Нигерия — развивающийся рынок. С населением 220 миллионов человек. Но у нас есть проблема с лидерством. И когда мы встретили проект Солар Групп, мы надеялись. Мы увидели возможность так, чтобы каждый нигерие смог поменять свой уровень дохода. И мы решили действительно пойти с этим проектом. Мы увидели технологию двигателя Дуйнова, что это отличная возможность. Потому что в Нигерии мы можем производить электроэнергию до 5000 мегаватт. Поэтому нам нужны альтернативные источники энергии. И это где Дуйнов технология имеет место в стране, как Нигерия. Поэтому в рынке Нигерии проект двигателя Дуйнова может иметь отличную роль. Генерация электроэнергии очень в зачаточном положении находится. Но мы верим, что Дуйнов технология будет дать нам эту возможность, чтобы улучшить нашу экономику. Мы верим, что проект двигателя Дуйнова даст нам такую возможность улучшить нашу экономику. Поэтому у нас на этот проект очень большие планы в Нигерии. Когда мы в Солар Группе, мы были стратеги для фокусирования только на ВИП. Потому что фундаментальная проблема в Нигерии, если ты только не увидишь своими глазами какую-то технологию, тебе никто не поверит. Сейчас, после того, как мы сюда приехали, вернемся с отличными новостями. И мы предупреждали, что вы будете видеть множество людей, которые начнут приезжать в Солар Группе. Мы увидим больше и больше людей, которые присоединятся к Солар Группе в Нигерии. Я приехал с моими коллегами. Пожалуйста, поднимитесь тоже на сцену. Мы не будем больше тратить время ваше. Мы почти закончили. Хотел бы отметить менеджмент руководства компании Солар Групп. Павел, Юлия, Дима, они все очень помогали мне. Давали руководство и помощь там, где нам это необходимо было. Также я бы хотел отметить, поблагодарить Бирди. Он тоже нам очень помог. Я хотел бы сказать, что мы всех вас любим. Москва очень красивый город. Надеемся, что мы вернемся и еще не один раз вернемся снова. Спасибо всем большое. Спасибо Ишаку. Благодарю, Дима. Далее я приглашаю на сцену Димитра Димитрова, национальный партнер из Болгарии. Привет всем. Говорю немножко по-русскому. Надеюсь, все разберут, что я говорю. Буду очень короткой, потому что не остало время посетить стройплащатку. Записал. Громки, че? Хорошо. Что для меня важно в этот проект? Это, как сказать, для пример, электромобилы, которые повлияют на окружающую среду. Этот проект тоже зад ним. В Гарадах 2-3 градуса выше температура, чем в Гарах, для пример. Это для автомобиля. Эта технология, в которую мы инвестуем, позволит снизить загрязнение в воздуха. Не только въйхлопным газом, но и шумом. У меня больше интересует влияние, которое технология произойдет на индустрии. Более эффективные электроинструменты будут производить с большим количеством функций и будут более надеждными. Я работал с различными электроинструментами и знаю, что важно, чтобы имели хорошие характеристики и с ними было удобно работать. Даже назвали одной такой инструмент на моей стране. Болгарка. Болгарии. В Болгарии мы произведем много машин для пищевая промышленности. Из соображения хигиена там могут работать только электродвигатели. Дума е надежна и экономична е двигатели, очень полезны и възтребуя в фетът отрасли. Вот почему я инвестури в фетът технологию. Потому, что у нее так много возможностей для применения и реализации. Мой брат познакомил меня с Миром инвестирование в 2018 года. Потом я нашел проект двигатели до и нова. Я буду сказать вам одно. Време, рискованех инвестиций прошло в 2019 года. Конкретно в двигатели до и нова. Сейчас наступила време на капливат капитал. А всем инвесторам, партнерам во всем мире. Спасибо большое. Спасибо, Димитр. Так, у нас остается еще две делегации. Приглашаю национального партнера Ивана Бучбаха из Германии. И делегацию из Германии тоже. Иван. Иван не выходит без аплодисментов. Иван, Иван. Здравствуйте. Начну с русского. Продолжим на немецком. Я приглашу с собой двух партнеров, с которыми я сегодня сюда приехал. Один из них – Deutsche Investor. Немец. Рус. Вадим. Тоже партнер проекта уже с 2017 года. Будет переводить. Вадим, ты потом возьми. Возьми. Да. Было предложено пару вопросов, чтобы мы так коротко ответили. Но я думаю, Кристиан ответит, почему Германия заинтересовалась нашим проектом. И многие партнеры в Германии вкладываются. Так как со стороны партнерской программы в Германии, по крайней мере, с моей стороны, было меньше такой взгляд замечен, что люди хотят на проекте в виде партнерской программы зарабатывать. Там есть другие партнеры, другие темы, где люди быстрее зарабатывают. Но в большинстве случаев люди зарабатывают потому, что они видят в этом проекте очень большую, большую перспективу. Okay, Кристиан. Этсельма дентальниман, warum ты в этот проект reingekommen bist. Eigentlich, Вадим. Хорошо. Хорошо. Да. Слово действительно, в основном,yo ручка серьезно, потому что в Германии у нас есть такой и для них, потому что люди уже и другие в других будут nhiều взгляды и другие продукты. И事情 просто не об этом, а потому что именно это для нас и проще. Поэтому вы делаете это для васuruо. И что ты доказываешь, что вы также сможете estar в этом случае? Да. Спасибо. Спасибо. Одного. Спасибо. Первый шаг это конечно было что-то сделать для своей старости, для обеспечения своей старости. И я искал что-то, что нахальтишь. Это то, что имеет, скажем так, Субстанцию, что имеет фундамент на века. Я хотел что-то найти, что не только для меня, но и для моих детей будет оставаться важным. И тема электродвигателей для меня все равно близка, потому что я электроинженер. И я сам очень близок к природе. И эта тема сохраняет очень большое количество энергии, сохраняет, соответственно, окружающую среду. И эта технология в будущем обеспечит возможность мне передвигаться, не сжигая Бензин. И инвестировать именно в Соляргрупп для меня было преимуществом того, что для меня и для моих детей в этом будет находиться будущее. Ну, будущее. Да, благодарю. Так. Обычно я вот сейчас стою и смотрю и улыбаюсь. Обычно выходишь и думаешь, блин, сейчас что-то такое скажешь интересное и планируешь, а потом вообще все стирается и начинаешь импровизировать и смеешься, улыбаешься. И, конечно, все не так, как думалось. В конце концов, Германия, в общем-то, очень развитая страна. И сейчас она, Европа находится в таком кризис, в таком сложном состоянии. И очень многие люди понимают, что уже достигли определенного уровня. Те люди, которые со смыслом задумываются о будущем для своих детей. Что мы, в общем-то, сала-группой говорили и спрашивали по поводу детских разных пакетов, на которых можно оформить тоже инвестиции в нашем проекте. И люди, понимая, как разворачивается весь мир, видят в нашем проекте очень большое будущее. Это один из самых важных моментов энергосбережения. То, что мы сейчас переживаем в Европе очень сильно по своей же вине. Ну и в то же время проблематика с ресурсами металла, да, или как это называется, добычи ресурсов для переработки, для производства разных… Вот. И те, кто понимает эту тему, они поддерживают наш проект и видят в этом очень большой рост. Так как то, что происходило в последнее время в IT-бранже или IT-направлении происходит сейчас именно в этом направлении, с новыми технологиями. Я думаю, каждый из нас именно здесь и сейчас с этим потенциалом, с этой искрой поддерживает этот проект так активно, как он это делает на данный момент. Ну, наверное, все. Хотя… Я закруглюсь последней мыслью. Очень многие говорят, мне звонят и спрашивают, ну блин, когда же наконец деньги-то выплачивать будут? Я говорю, ребят, ну давайте мы хотя бы сначала закончим это все. Вот. Начнется момент, когда мы это начнем, по крайней мере, выплачивать, выкупать доли обратно. Вот. Моя мысль. Я сегодня здесь стою перед вами и радуюсь, потому что я сегодня здесь стою. И причина того, что все запланированное вроде три месяца было, но у меня… Три года? Нет, три месяца было для конференции. Но у меня создалась возможность приехать к вам сегодня только… Сегодня что я? В последний день. Только вчера. Позавчера. И можно сказать, на последний момент прибежал я в консульство, взял паспорт и прилетел к вам. И вот эта вся дорога, которая у нас, у трех партнеров до прилета в Москву сопровождалась всякими задержками, всякими сложностями. И в конце концов просто спокойствием, положительным настроем к цели и радостью уже прочувствовать, что ты находишься здесь, я достиг это и стою вместе с вами. И я думаю, перенеся это на наш проект, именно так же с этим большим спокойствием, веру в цель, что она осуществится к нужному времени, мы пройдем через все сложности и добьемся этого. Благодарю. Всем хорошего настроения! Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван. И у нас последняя… А, нет, не последняя. Еще одна делегация из Латинской Америки, мы немножко объединим наших партнеров, наших гостей. Прошу вас, Масимилиано, национальный партнер в Колумбии. Ой, национальный партнер в Перу и в Эквадоре. Проходите, пожалуйста, из Колумбии. Елена, проходите, пожалуйста, на сцену. Елена. И Рикардо, куратор. Мой номер – Масимилиано, Vivian Rossini. Я итальянский. И живу в Перу 20 лет. И у меня тоже есть помощь из Перу. Меня зовут Масимилиано, Россини. Я родом из Италии, но живу в Перу, в Латинской Америке. Меня зовут Масимилиано, Россини. Я родом из Италии, но живу в Перу уже 20 лет. И я представитель, национальный представитель компании Solar Group в этой стране. Я хочу представить своих коллег, у меня тут есть Елена, Леумин и Марта. Я хочу поблагодарить особенно моему коллегу Бирде, потому что, если не за него, и за Елена, и за Леумина, меня бы тут не было. Я бы хотел знать, сколько у нас тут в зале партнеров, инвесторов. Если можете, пожалуйста, поднимать руку или вставать. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу. И хотел бы тоже знать, кто из вас, партнеры, кто же работает в партнерских сетях. Кто из вас, поднимите руку, пожалуйста. Спасибо, gracias, muchas gracias. Спасибо, это партнерки сети, мы все тут здесь сегодня. Кто-то уже говорил про пользу этих технологий, которые влияют на природу и на окружающую среду. В Америке ожидается очень большой подъем, финансовый подъем, особенно в сфере технологий. Поэтому наша миссия здесь, наша цель главная, это делать бизнес, делать деньги и одновременно сохранить природу и планету. То есть, это сложно сегодня найти эту ситуацию. В статистике, это более финансовая пирамиды, которые легко выдают 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 выдают. Но у нас есть большие препятствия. Среди нас очень много афер, очень много пирамидов финансовых, которые предлагают примерно такие же цели, которые у нас тут есть в компании. Но компании как Solar Group, их очень мало. И я думаю, что если мы уже нашли такую компанию, зачем смотреть в сторону, если мы уже тут нашли все, что искали. Для меня, в пара Мерии и в Америке, это уже insist làm, которые в игру. как будет сегодня, как будет сегодня и как будет в следующем 2-4 года. Будет diferente, лучше. Все, что делает Solar Group в Латинской Америке, это радикальные изменения. Ну, хорошие изменения. И то, что происходит в Латинской Америке, вы можете смотреть, происходит тоже со мной. Как я поменялся, как я стал лучшим и как я буду еще лучше через год. И я тебе спасибо, а также Дмитрий Александрович Дуйон, который получил позицию, который нам помогает нам, а в директорах, Павел Шаки, Павел Филиппо, Лиза, Тим. Я тебе спасибо большое к этому лидеру, к этому социоакционисту, к этому инверсору, который мне помогает и меня горел. Я хочу особенно поблагодарить Дмитрия Александрова Диенову, всему нашему руководству, Шацкому, Филиппову, Алисе, короче, всем, 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 потому что они нам научили главное терпение и как хорошо работать, чтобы достичь своей цели. Алиса, конечно, наша любовь и любовь, и наша команда. Если мы хотим быстро закончить наше дело, я предлагаю, вызываю всех, быть лояльными Соби Маши и Солар Групп, чтобы лучше все смогли работать. Ahora, vamos a ser coherentes, и hemos entendido que aquí no es solo ganar dinero, es una misión, una visione, una esencia hacia las familias, hacia a todas las generaciones que se vienen. Надо понимать, что сегодня мы не только заработаем деньги, а мы строим будущее, будущее не только для нас, а для наших семей и для наших будущих поколений. Почему я говорю это? Потому что мы в этом возможности... Потому что мы в том, чтобы закончить нашу плантку, который нам нужно, чтобы у нас все было, И я это говорю, потому что я уверен, что мы можем закончить наше дело до следующего года и начинать, наконец, помогать сами себе и нашим семьям. И, конечно, есть риски, но это не большие риски. Самый большой риск – это коммуникация. Мы должны говорить, мы должны распространять идею, и это по-любому принесет свои плоды. То есть, я думаю, что все, что мы здесь, в этом салоне, мы имеем в виду, мы имеем в виду, и мы должны помогать, которые еще не понимают, чтобы это инвестируй, мы закончим нашим рецептам. И в следующем году мы уже будем выполнять эту мета и эту миссию. Здесь есть лидеры из различных стран, в Америке. Тогда я вас призываю всех работать вместе, двигаться дальше, и вместе с моими коллегами из Колумбии, Эквадор, Бенезуэль и Перу, ну, доделать дело до конца и, наконец, начинать зарабатывать. Спасибо большое. Во-первых, хочу сказать, что для меня огромное удовольствие быть здесь сегодня, и чуть-чуть удивлена, что тут еще мало женщин, почему-то. Я бы хотел, чтобы двигатель Дуинова был проектом не только для мужчин, а еще и для женщин, потому что, особенно для женщин, но чуть-чуть постарше, пожилее. Потому что мы тоже можем помогать, и мы готовы помогать этому проекту. Поэтому хотелось бы, чтобы больше женщин присоединились к нам. Когда я начал работать в Solar Group, я почти ничего не поняла в двигателях, особенно потому, что это была новая идея, и потому что вся документация, вся информация была на русском языке. Мой хороший друг Бирди. помог мне переводить все документы на итальянском языке, потому что я живу в Италии уже 34 года, и когда я поняла, что там было написано, я поняла, что это проект моей жизни. Особенно потому что трогает очень чувствительная тема для меня, это сохранение окружающей среды. То есть, я вижу, что нашим исполнением, я поняла, что это момент, когда мы слушаем наши сердца, и я пригласил вас к вам, и не быть более эгоисты. Потому что я хочу всем приглашать Распространять идею этой компании Потому что этот проект Очень сильно поможет нам Не только нам, а нашим будущим поколениям Я прошу рукой в сердце Чтобы все распространили идею Чтобы мы все победили В этой гонке Тогда всем большое спасибо За внимание спасибо Для меня очень большая честь быть здесь Bueno, primero que nada Mi nombre es Leo Muin Díaz Soy de Venezuela Darles las gracias Primeramente a Dios A Solar Group Porque de verdad ha sido un gran apoyo Solar Group llegó a mi vida En un momento bastante difícil Bastante difícil La conocí a través de nuestra grande líder Elena Lozada Nuestro grande líder también, Birdie A través de ello fue que Conocí esta gran oportunidad Creo que todos Hemos tenido una dificultad Creo que todos hemos tenido Alguna dificultad Pero todo depende de cómo veamos Ese problema o esa dificultad Cuando siempre tenemos un objetivo Somos capaces de lograrlo Eso me aconteció a mí A través de esta compañía Esta gran oportunidad Me ha ayudado bastante Y me impactó Creo que la razón de peso Que me ha impactado De esta gran compañía Es la visión La misión Que es preservar el medio ambiente Que es algo muy importante Además de tener algún beneficio Alguna ganancia Creo que es el objetivo El peso que deberíamos tener Y preservar el medio ambiente Según estudio Nueve millones de personas Mueren al año Por la contaminación ambiental Yo pienso que esta gran oportunidad O esta gran tecnología Puede ayudar Es un trabajo arduo Que debemos todos hacer A diario Y en equipo En conjunto Lo podemos lograr Bueno, Latinoamérica Ha tenido una gran aceptación Y bueno Esperamos tener Ese mismo avance A pasar del tiempo Ese es el trabajo Que tenemos Y el objetivo Que tenemos Seguir adicionando Países En toda Latinoamérica Y en el mundo Llevando Llevando Esta gran tecnología Esta gran oportunidad Así como ha cambiado Nuestras vidas Que también cambien A las demás personas Bueno, si más nada que decirle Agradecerle nuevamente Agradecerle a todo el equipo Por la organización Y todo eso Y como una frase Que nos propusimos Desde el principio Llevamos América Latina Vamos a seguir Llevando con todo Aprovechamos Máximo Todo el tiempo Que nos queda De esta fase Y Recollectar Todos los números Para seguir Avanzando Logrando el objetivo Muchísimas gracias Haciendo Agradecerle a todos Agradecerle a toda Agradecerle a toda La gran trabajo Que se llevan Y decir Que nos vamos Agradecerle a tanto Agradecerle a tanto Como podemos Como dice En América Y vamos Con todas Agradecerle a todos Agradecerle a todos Agradecerle a todos Agradecerle a todos Меня зовут Марта, soy representante de Ecuador. Я знаю Сора Группу здесь, по Maximiliano, который мне объяснил, как это будет, и это была важная часть. Одна вещь, что мне понравилось, что, по первой разу, empresаря высокого размера, как Павел, Павел Филиппо, Павел Шатки, Сергей, Дмитрий, pensaron en nosotros, pensaron en nosotros como una fuente de inversión, y no pensaron en los grandes inversores. Всем здравствуйте, меня зовут Марта, я представитель компании в Эквадоре. Я очень рад, что я здесь, спасибо за приглашение. Для меня было очень большое впечатление, что такая компания, как Солар Групп, видела нашу страну как цель инвестирования. Я за это благодарен, особенно нашему руководству, Филиппу, Шерскому, и Maximiliano, которые меня пригласили точно на этот проект, потому что в нашей стране есть очень большие возможности, очень большой потенциал, который было бы жалко не использовать. Я хочу отметить, что для нас компания не только деньги, не только бизнес, компания тоже позволяет нам расти как человеческие, как люди. Поэтому это тоже большой плюс в этом проекте. Поэтому я хочу поблагодарить еще раз, потому что из-за того, что мы делаем, наши общества становятся лучшими, лучшими, и экономика, ну, с Божьей помощью, становится лучшими, надеюсь, я. Мы уже начали доказывать всем, что Солар Групп это реальная вещь, что мы работаем, что мы растем, так что призываю всех дальше так идти. Всем спасибо большое. Спасибо большое всем. Как вы уже поняли, о технологии, о проекте можно говорить бесконечно. Да? Еще? Так, у нас еще есть делегация из Вьетнама. Просим их на сцену. Да, две минутки, пожалуйста. Анна нам нужна, да? А кто переводит? А, Маша. 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 Всех приветствую. Я очень рад здесь с вами. И мне зовут Ле Ван Хинг. Я из Вьетнама. Я очень хочу поблагодарить всех сотрудников компании, и всем руководителям за возможность быть здесь с вами. Я узнал о проекте в 2018 году, и это онлайн. И я самостоятельно нашел, и стала участвовать. Я не думаю, что это просто очень интересно, и даже не думал инвестировать, но... Я посмотрел только продукты, увидел только те вещи, которые меня интересовали, но не думал, что я буду прямо вот в проекте. Я увидел только возможность, возможность, что я могу участвовать, что это реально. И это не было такого, что как сейчас, все уже есть, все уже есть завод, все строится. И я был очень рад этому. Я только думал, как-то поддержать Дуинова за его работу. Потому что это влияет на качество жизни, не только для России, но и по всему миру. Я хотел только поддержать, потому что это было полезно для вообще всех нас, но не думал о себе именно зарабатывать, а думал вот потому что это интересно и это полезно. Дуинова 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 то уже было бы 5.700 студентов. Я узнал инвесторов, познакомился со всеми, и я этому очень-очень рад. Спасибо! Спасибо! Я хотела узнать, есть ли у нас совсем новые участники, которые только-только узнал о проекте? На Вьет, на Ньет, да? Да, все остальные участники. Вьет, на Ньет, да? Вьет, на Ньет, да? Вьет, на Ньет, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем спасибо! И до встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо! Давайте мы все громко поаплодируем тем людям, благодаря которым мы устойчиво стоим и движемся вообще к цели, несмотря ни на пандемию, ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем! АПЛОДИСМЕНТЫ Нас действительно много, и мы есть по всему миру, это круто. Ну а на этом часть, где мы именно, где говорим только мы, она заканчивается. Мы подошли к блоку с ответами на вопросы. Это значит, что теперь вы задаете темп. Вы задаете вопросы, а мы на них отвечаем. Я смотрю, кто-то уже устал, кто-то ушел. Я могу сказать так, тот, кто останется, для нас это большой плюс, потому что так больше шансов пробраться на строительную площадку. Которой мы в любом случае пойдем. Так, так что давайте 20 минут ответа на вопросы попрошу сделать следующим образом. Задавайте такие интересные вопросы, которые будут всем интересно послушать на них ответ, потому что какие-то личные вопросы вы можете подойти и задать уже где-то после. Так что сейчас Александр Сударев здесь должен... А, вон он, Александр Сударев фотографируется сейчас. Вот. Поднимайте руку, мы прям быстро ответ... Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Ну, давайте только... А, кто-то должен нам помочь и носить микрофон. Могу быть я, ладно. Когда смена инвестиционного этапа? Не в бровь, а в глаз. Точной даты не назову, могу сказать, что это точно будет в этом году, ближайшие месяцы. А есть у нас еще один микрофон? Дайте еще микрофон, пожалуйста. Лучше еще два. Валерий, а сколько денег Дунова перейдет? Где-то, получается... Ну, Дмитрий Александрович говорил же цифры на последнем вебинаре. Какие цифры были вот по Совалмаш? Честно, я не помню точную цифру. Можно включить вебинар, пересмотреть, потому что под конец дня я вам могу соврать, а вы этого потом не простите. Поэтому давайте не будем допускать такой ситуации. Ну, в общем, смотрите, да, давайте так скажу. На последнем вебинаре «Экспертное время», который был в прошлый четверг, Дмитрий Александрович Дуйнов максимально подробно рассказал, сколько денег зашло на расчетные счета компании Совалмаш, сколько денег, по-моему, вернули в качестве возврата НДС, он, по-моему, рассказывал. В общем, очень много финансовых данных он там рассказал. Сколько настройку, по-моему, да, он сказал ушло? Он рассказал общую сумму, которая была переведена в Совалмаш за весь период. Он рассказал, по возмещению НДС там сумма порядка 25 миллионов рублей. Ну и, соответственно, платежи, которые ежемесячные поступали, он тоже озвучивал. Но их, к сожалению, как я уже сказал, я не помню. Мы боимся допустить ошибку, которую нам потом не простят. В общем, посмотрите там максимально подробно, прям все открыто, все прозрачно, прозрачнее некуда. Доброго дня, меня зовут Александр, генеральный директор компании «Электромобили мира», издательство «Зеленая точка старта», это специализированное издание только электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Я присутствую на таких конференциях с самого ее начала, присутствую на всех, вижу динамику вашего развития, и меня, как компания «Электромобили мира», интересуют исключительно моторы, их качество и применение. Этой осенью компания «Электромобили мира» будет презентовать несколько российских брендов, и у меня вопрос к вам такой. Есть ли у вас на сегодняшний день уже технические заявки на производство электрических двигателей, скажем, к такому автомобилю, как «Эви» «Лада» «Ларгус»? Я вам больше того скажу, есть такой человек, как Игорь Корхов, все его, наверное, знают, и есть у него в хозяйстве автомобиль «Лада Эллада». Так вот, этот автомобиль «Лада Эллада» – это изначально электромобиль заводской компании «АвтоВАЗ», но в случае с Игорем он произошел серьезную переработку, и там установлен двигатель с совмещенными обмотками. Так вот, те, скажем, характеристики, которые показывает этот автомобиль, они могут конкурировать с сильнейшими брендами по созданию электротранспорта. Цифры я вам сейчас тоже не назову, но однозначный ответ, что технические возможности, компетенции, знания и наработки для создания такого автомобиля у нас есть. Раз, раз. Ну, у меня три вопроса традиционно. В Тольятти выпускается электромобиль в серийном исполнении, как он называется, Zeta, да? Так вот, изначально в лаборатории мы ставили ваше мотор-колесо, и оно не пошло по одной единственной причине, что утяжеленная масса мотор-колеса, ну, как подвеска, не справляется. Скажите, за эти два года произошли ли у вас технические изменения именно с массой мотор-колеса? Произошли. Причем эти изменения вы сможете, ну, хотя как сравнить, честно говоря, наверное, сегодня вручную у вас не получится, а так вот в соседнем зале представлено и само мотор-колесо первой итерации, да, оно представлено с крышкой на подставке, все крутится, работает, с медным ротором. А рядом лежит ротор, залитый алюминием. Соответственно, вес его ниже. И сейчас очень активная работа идет с мотор-колесом, как я уже сегодня говорил. На его базе разработана безредукторная лифтовая лебедка. И в дальнейшем развитие данных технологий позволит нам уже изготавливать серийные, в том числе и мотор-колеса, которые мы сможем устанавливать в качестве электропривода, автомобилей, легкой техники, мотоциклов, хоть велосипедов, чего угодно. Но есть одно очень важное но. Действительно, существуют определенные, скажем, особенности монтажа мотор-колес в систему подвески автомобиля или подвижных средств любых. У Savalmash имеется патент довольно свежий, который, по результатам которого, мотор-колесо интегрируется в систему подвески автомобиля. Соответственно, благодаря такому использованию мотор-колеса появляется возможность регулировать клиренс, то есть дорожный просвет выше-ниже делать. Все это можно сделать в автоматизированном варианте или в механическом. То есть, скажем, подобные работы у нас ведутся. Мы об этом понимаем и работаем. Благодарю. Третий вопрос. Когда мы с вами только начинали, мы говорили только о транспорте. На сегодняшний день у нас два отдельных подразделения, которые занимаются в компании «Электромобили Мира». Первое – это воздушный транспорт, второе – это водный транспорт. Мы сделали два катера, которые на сегодняшний день уже тестируются на Москва-реке, и у меня вопрос к вам. Там есть определенная специфика для водной техники, там определенная защита идет по проводам и так далее. Ведется ли у вас подготовительная деятельность именно для, первое – переоборудование катеров в стационарные моторы? И вторая, конечно, уже здесь раскрыта тема – это легкие, маленькие электрические моторы навесные для водной техники. У «Соволмаш» есть опыт в расчете разработки азиподов для ледоколов. Я думаю, ответил на вопрос, да? Да, да, благодарю, благодарю, дорогие друзья. Развитие, развитие, и самое главное, вы не забывайте, что экологически чистый электрический транспорт, он должен быть еще умным. И сегодня у нас уже начинаются испытания умных автопилотируемых электрических транспортных средств, которые будут использоваться в виде такси и каршеринга. Кто не знает, на прошлой неделе в Китае законно начали эксплуатировать такси без водителя. Кто не знает. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за хорошие вопросы. Поднимайте руки. У нас 15 минут. Можно? Давайте прям, да, быстро. Мы постараемся… Можно секундочку? Да. Сергей Шевченко, а ты здесь? Где-нибудь Сергей Шевченко кто-нибудь видит? Нет? Никто не видит. Давайте кто-нибудь один, самый ответственный и деятельный человек, помогите транспортировать микрофон к тем, кто задает вопрос. Есть у нас такой человек? Кто-то должен быть. Кто-то, да, должен задать вопрос. Да. Меня зовут Вячеслав, я предприниматель, координатор НОД по югу России, ну и параллельно блогер. Вот, меня интересует следующий вопрос, да, ввиду сегодняшних обострений внешнеполитической ситуации, вот, как могут повлиять там англосаксы на компанию Solar Group? Не могут ли они заблокировать вот эти офшорные все компании и какие-то проблемы потом будут возникать при возврате акций и так далее? Хороший вопрос, давайте сразу я отвечу за Solar Group, да, ты, Александр, отвечу за Solar Group, потому что мы знаем, что этот вопрос многих волнует, мы все не в вакууме находимся. Смотрите, что касается Solar Group, ну, Solar Group это вообще иностранная компания, поэтому какие-то санкции в данной ситуации на нее накладываться не могут и этого не происходит. Что касается блокировки какой-либо из компаний, как вы сегодня слышали, у нас семь юридических лиц только сегодня, поэтому если какая-то из юридических лиц будет заблокирована, то, как бы, группа компаний Solar Group, она никуда не денется и мы сможем дальше осуществлять свою деятельность. Вот, поэтому, с учетом того, что мы работаем в очень разных странах, мы научились работать с разными правительствами, с разными законами, поэтому я считаю, что даже если проблемы будут, то мы их обойдем так же, как многие компании сегодня в России обходят различные там блокировки и проблемы, которые возникают. Это жизнь, да, сама жизнь, она не может быть такой спокойной. Как говорится, знаете, если у вас нет проблем, скорее всего вы умерли. Вот, поэтому все у нас здесь будет в порядке. Вот, мне кажется, очень интересно, вот по поводу компании Sowelmash тоже часто спрашивают, может, как влияют санкции на компанию Sowelmash. Вот, Александр, расскажи в двух словах. Ну, насколько я понимаю, здесь уже вопрос не про акции, да, а все же по возможности существовать в санкционное время. Если максимально кратко, на сегодняшний день руководством особой экономической зоны компания Sowelmash была признана как один из самых, ну, не самых, но один из самых жизнеспособных проектов особой экономической зоны. Почему? Потому что, скажем, основное технологическое оборудование, инженерное оборудование, санкционное, теперь уже санкционное, мы закупили ранее. И на сегодняшний день оно находится вот за забором на строительной площадке, большая часть его там. Часть оборудования располагается у поставщиков на складах в России. Кто-то должен его занять. Кто-то, у кого есть решения, технологии, навыки, компетенции и понимание, как это сделать. Ну, мы в Sowelmash считаем, что у нас такие качества есть. Следующий момент. Благодаря взаимодействию с нашими партнерами из других стран, в частности с Китаем, через Виктора Арестова, у нас есть понимание, как поставлять продукцию и в другие страны. Даже в том случае, если Россия находится под санкциями. И, как я уже говорил сегодня ранее, мы с вами объединились, мы представляем разные государства, но объединились одной целью. И все те, скажем, технологии, изобретения, изделия, которые создаются в Sowelmash и будут создаваться, они влияют на качество жизни каждого человека на этой планете. Ну, если мы берем тех, кто будет ими пользоваться. Поэтому нам есть куда стремиться, мы знаем, как выживать в сложившихся условиях и будем успешно это делать, настолько, насколько это возможно. Спасибо. Следующий вопрос. Осталось у нас 11 минут. Так что, кто успеет. Я хочу задать вопрос. Я хочу узнать, патенты, которые мы получили, действуют на международном уровне или только в России? И если в России, то будут ли международный уровень? Сегодня Яна Теплова, которая занимается у нас патентами, в принципе, достаточно подробно отвечала на этот вопрос. Но давайте пробежимся вкратце. Те патенты, которые получаем мы сегодня, они получаются, соответственно, в Российской Федерации. Вот. И этого на сегодняшний день достаточно для того, чтобы удовлетворить потребностям нашего с вами бизнеса. В дальнейшем у нас есть разные варианты развития событий. То есть, скажем, патенты, которые мы будем получать уже в других странах, допустим, при запуске продажи продукции какой-то там, да, опять же, кто это будет делать? Мы же с вами говорим о том, что ПКТБ, Совалмаш, вообще компания Совалмаш, она занимается разработкой двигателей и постановкой в производство. Так вот, компания-заказчик, которая к нам обратится за полным циклом взаимодействия, она будет продавать конечный продукт на той территории, в которой заинтересована. И вот, скорее всего, какая-то часть патентов будет как раз-таки создаваться именно под эту компанию, чтобы защитить ту конечную продукцию. Поэтому здесь возможны разные варианты взаимодействия, но то, что мы имеем сегодня, оно, скажем, нам этого достаточно. При этом нужно учитывать, что любая уважающая себя компания, будь то американская компания, китайская, индийская, любая, из любой страны, прежде чем какую-то новую продукцию выпустить на рынке, на свои рынки, на внешние рынки, конечно же, как правило, идет ознакомление, а нет ли этого изделия, запатентованного в другой стране. И если такой патент существует, то считается достаточно дурным тоном пытаться это повторить. Но даже если такое произойдет, мы знаем, что с этим делать. Спасибо. Да, давайте, у нас 8 минут осталось. Спасибо. 25,000 package now last month itself it has been completed so now early started for the 40 50% bonus we can extend the backlog of one month two months like that for the first investor so we are invested in 2017 I took some four packages recently I completed 25,000 package okay now in the month of July they started 50% bonus they can make a one month backlog so that I can open the 25,000 package and we can make it 35,000 package that is one question I'm for a bar make a bar make first key up near the other satra may need to charge package our package be completed recently 25,000 be completed so I want to increase that you wait doesn't because last month this is complete a long way so 2017 I'm going to kill сначала 4 pocket a on the moment he is already put 25,000 he wants to increase the number to 35 and what in the next month this is complete so we are getting lost for the first investor а учитывая что как бы и по моему промо акция закончилась да ручирует тогда вот через один микрофон хорошо наконец-то вопрос про акции про доли так ну смотрите вот эта акция которая позади нас она продлена до ну 1 сентября ориентировочно поэтому вы по-прежнему можете принять не участие говоря можно ли увеличить да увеличить можно потому что в дополнение к этой акции мы сделали промежуточные инвестиционные пакеты по-моему как раз таки на 35 тысяч долларов такой пакет есть новый вот так что ответ на ваш вопрос да вы можете это сделать еще раз вопрос тут меня все про доли спрашивают спрашивают вопрос настойчиво просят задать вопрос а сколько же долей в рассрочках еще лежит как говорится а на этот вопрос мы ответим на следующей конференции ну у меня нет ответа на этот вопрос правда я не знаю но не помню мы можем посмотреть если это принципиально то я думаю расскажем но я могу точно сказать что это меньше чем вот то количество которое оплачено потому что то что там как бы зарезервировано скажем так вот в рассрочках то что да оно же как правило уже по текущим этапам даже те этапы уже выплачено мало кто платит там с первого этапа все равно большинство уже закрыли пакеты можно рассчитывать что будет меньше 30 миллиардов мне на данный момент кажется это просто мое мне так кажется что как раз около 30 получится в итоге основываясь на том сколько сейчас и примерно да вот понимая там по общей сумме необходимой всем здравия уже проходит по моему третья конференция когда мы увидим дорогого дмитрия александровича когда он посетит нашу конференцию хоть одну когда мы увидим но ты ответишь но я думал сказать что пускай миксанчик спрашивает вебинаре вот у павла хороший вариант ответа вам нужно спросить это у самого дмитрия александровича на вебинаре и это очень хороший будет вариант но на самом деле я вам скажу так то что дмитрий александрович сегодня проходил рабочее совещание достаточно большое объемное сложное вот со своими аспектами и после того как оно завершилось вы не поверите он поехал на следующее поэтому если мы с вами его подождем до завтра где-нибудь возможно он освободится но ждать не стоит все таки режимный объект поэтому я думаю что в будущем мы зададим дмитрий александрович вопрос на передаче экспертное время он нам ответит что думает по этому поводу дмитрий александрович вопроса Спасибо. Спасибо. Первый вопрос. Второй вопрос. Сколько остается еще этапов и какие нам большие работы еще предстоит выполнить до того, как компания начнет свою коммерческую деятельность? То есть вот большими мазками, так сказать. И третий вопрос. Как вы думаете, какой вообще потенциал у рынка, у компании, чтобы после того, как начнутся продажи, то есть сколько лет компания будет рентабельной и сколько лет акционеры смогут получать дивиденды? Пожалуйста, бурные аплодисменты нашей переводчице. Она все запомнила с первого раза. Согласен. Так, что касается этапов. Этапа три. У нас остается три этапа. Сейчас 17 этап финансирования. Заканчиваем мы на 20. Что касается… Переводчик запомнил, а я нет. Первый вопрос. По поводу оригинала документов. Абсолютно каждый инвестор может заказать себе оригиналы документов с доставкой по почте. Мы сделали это и в новом личном кабинете. Такая возможность доступна. Поэтому заказывайте, получайте оригиналы в любую точку мира. Дальше, получается, наверное, к тебе. Ты лучше прокомментируешь. Какие шаги нам остались до начала коммерциализации? И сколько компания будет выходить на окупаемость, на прибыль? Вы знаете, вопрос достаточно хороший. Но в первую очередь, какие шаги? Нам необходимо достроиться, сдать здание государственной комиссии. После этого ввести его в эксплуатацию. Что значит сдача? А что значит ввод в эксплуатацию? Когда мы сдаем здание, то нам разрешают в нем работать. А после того, как мы его введем в эксплуатацию, мы его наполним кадрами, специалистами, мощностями необходимыми и начнем работать над конкретным заказом. Как только мы отработаем этот заказ, завершим, закроем сделку, соответственно, появится прибыль. Вот, по сути, такой план развития событий. Говорить о том, какие конкретно работы нужно сделать до этого момента, ну, это, скажем, целый комплекс работ. То есть это и юридические аспекты, это и заключение договоров, это и разработки, и создание оборудования, и обучение персонала. То есть очень много чего нам предстоит сделать, но нас радует один важный аспект. Параллельно, уже сегодня, параллельно со строительством, я имею в виду, эти работы ведутся. Поэтому к моменту сдачи объекта государственной комиссии мы максимально быстро постараемся его ввести в эксплуатацию и вывести на полные мощности. Так, ну что, давайте еще два вопроса. Два вопроса. Все не успеют задать вопрос, но это просто невозможно, у нас очень много. Но мы никуда не уходим. Можете подойти ко мне, к Александру, и задать свой вопрос лично. Мы готовы на все ответить после, тем более у нас потом большая, как сказать, встреча около строительной площадки, там хватит времени для всех. А сейчас два вопроса публично и… Да. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Продолжение следует... Два вопроса. Первый, мне кажется, что мой коллега Виктор его задавал, и ответ не очень понятен. В какой момент люди начнут получать дивиденды? Потому что я сам приехал издалека, и за мной стоят очень большое количество людей, и они хотят знать ответ на этот вопрос. И второй вопрос связан с санкциями. То есть, все-таки, как вы думаете, повлияют ли санкции на соло-группу «Совальмаш» хотя бы на часть деятельности? И опять же, связь с дивидендами из-за негативного влияния санкций, не будет ли негативного влияния на выплату дивидендов? Касательно выплаты дивидендов. Как это работает? После того, как здание будет введено в эксплуатацию, компания сможет отработать первый заказ, и после этого уже будут какие-то результаты. Соответственно, отчетный период, как правило, раз в год. Правильно? Поэтому, если в втором квартале 2023 года мы здание сдаем государственной комиссии, какое-то время потребует ввод его в эксплуатацию, по результатам 2024 года можно будет о чем-то говорить. Но нужно понимать, что времени остается достаточно немного до конца года после сдачи здания госкомиссии. Поэтому, насколько быстро мы сможем показать первые результаты, от этого можно будет говорить. То есть, 2024 год, 2025 год уже должен быть какой-то результат и должны быть дивиденды. Но мы с вами живем в мире, проект развивается не в вакууме, и, соответственно, мы не можем сейчас загадывать, как ситуация будет развиваться дальше. Мы можем планировать, но ситуация вносит свои коррективы. А мы, в свою очередь, стараемся сделать так, чтобы этот процесс произошел максимально быстро и эффективно. Потому что, наверное, когда мы говорим о получении первых дивидендов, все здесь присутствующие, знаете, как, хотели бы все же не только сам факт выплаты дивидендов, а понимать их количество. И вот для того, чтобы количество всех удовлетворило, нужно будет поработать. Чем мы заняты. А по поводу санкций. Вот рядом Павел, да, это финансовая компания, между прочим. И даже кто-то знает, что она еще и международная. С чего бы вдруг, да? Но, что интересно, в тех непростых условиях, в которых все мы сейчас с вами находимся, компания Solar Group нашла пути, подходы и решения, которые позволяют продолжать ту деятельность, которой она занимается. Ну, значит, опыт, компетенции, навыки, смелость некоторая, даже где-то наглость у ребят присутствует. Поэтому, я думаю, решения найдут, как противоборствовать всем вызовам современности. Спасибо. Так и будем делать. Последний вопрос. И, как я сказал, дальше любое количество вопросов уже в личных беседах. У кого микрофон? Кто передает? Да. Добрый день. Андрей, Санкт-Петербург, предприниматель. Очень сильно интересовались вопросом по поводу патентного спора с Теслой. Что с ним, как он? Это секретная информация. Знаете, такой ответ. Ну, что я вам могу сказать. То есть, есть сейчас определенные мероприятия, которые проводятся, но, естественно, SovalMash не бросает на решение этого спора все силы. Почему? Потому что мы заняты все-таки несколько решением других задач, более важных и насущных для нас. Но одно я вам могу сказать. При подобной ситуации, когда возникает проблема у компании, в данном случае Теслы, с нашим патентом, на рынок свою продукцию с конфликтным патентом она вывести не сможет. Но есть один нюанс. Она и не хочет в сложившихся условиях. Правильно ведь? Поэтому этот вопрос о нем помнят, с ним работают, но какой-то конкретики пока, наверное, о ней говорить рано, да и смысла не особо есть. Короткий вопрос. Здравствуйте, друзья, инвесторы. Вам огромный всем привет из Сибири. Из холодной Сибири, где ходят по тайге медведи. Короткий вопрос. Я прошу в данном случае Павла приоткрыть завесу. После финансирования СОВЛМАШ у команды есть большое количество предложений финансировать еще интересные разработки. как быстро будет объявлено, начнется с финансирования следующего проекта и хотя бы из какой области. Вы поняли вопрос. Да, я понял. Вопрос о следующих проектах. Действительно, хочу напомнить, что, конечно, СОВЛМАШ как занимался финансированием, так и будет им заниматься. Мы будем новые инвестиционные проекты предоставлять. И я очень надеюсь, рассчитываю, что мы продолжим работать и СОВЛМАШ, и Дмитрием Александровичем Дуйновым. Для этого и все предпосылки. И я уверен, что следующий проект, как минимум один из следующих проектов, точно будет проект, связанный с технологией Славянка. Ну, я думаю, что все этого бы хотели, поэтому, наверное, отказываться от этого бессмысленно, как говорится, от такой возможности. Но также, действительно, мы продолжаем работать с другими инженерами, с различными, скажем так, предприятиями. Мы сегодня не очень эту тему, скажем так, затронули, потому что все-таки у нас, как мы говорим, именно про наш проект. Но мне просто не хочется говорить конкретику, потому что если мы потом не сработаемся, а я сейчас объявлю, привлекаю внимание, а потом окажется, что как бы… Да. Из самых разных сфер. Из самых разных сфер лично я смогу рассказать вам. Да. Можно, Паш, тоже пару слов добавлю? А вы думаете, что на строительстве издания по КТБ все закончится? Не дождетесь, понимаете? У нас еще столько работы, поэтому зачем Павла отвлекаете вообще, в конце концов? Ну, давайте, последний, последний. Давайте уже лично, потому что время, мы не сможем посмотреть. My name is Charles. I hire bonus for the new package. Я попрошу вас тоже не расходиться. У меня будет парочку объявлений таких важных, организационных, поэтому послушайте, пожалуйста. Да. Сейчас на вопрос ответим, да, я скажу об этом. Подходите сюда. Давайте ваш вопрос тоже ответим. Вы просто так сильно хотели, да. Сейчас мы. Да. Нет. Да. Ну, повторите. Итак, вопрос номер один о промо-пакетах. Мы знаем, что ежемесячный платеж выплачивается по прошествии 30 дней, затем по прошествии 90 дней, его уже нельзя получить. И относится ли эта система и к промо-пакетам тоже? Да, это относится ко всем пакетам, конечно. Да, это относится ко всем пакетам. Еще один вопрос, когда закончится эта акция, например, если у меня есть промо-пакет на 5 тысяч, если у меня осталось еще половина от этого пакета, я смогу потом еще его увеличить по условиям данной акции? Да, сможете увеличить по условиям данной акции. Да, вы сможете увеличить по условиям данной акции. Давайте, последний вопрос. Последний. Вы очень сильно хотели, и на этом заканчиваем. Сегодня объявили цифры. Было собрано 47 миллионов инвестиций. Совел Маш недавно сообщил, что на его счета поступило 1 миллиард 700 миллионов. Грубо. Где 1 миллиард 100 миллионов? А вы сами как думаете? Вы сегодня обедали на конференции? На самом деле ответ очень простой. Если вы когда-то, кто-то из вас работал в финансовой сфере, вы должны знать, что для того, чтобы в качестве инвестиции привлечь миллион, нужно… Вот, кстати, Виталий Аверьянов, ты здесь или не здесь? Вот он рассказывал, человек, вот наш IT-директор, он участвовал в привлечении инвестиций для крупных IT-компаний, фондов, и он рассказывал, что стоимость денег, даже в крупных инвестиционных фондах, это минимум 20-30%. То есть, если ты хочешь в качестве инвестиции получить миллион рублей, ты должен потратить 300 тысяч, в рекламу вложить, потому что иначе тебе никто не узнает. Даже, условно говоря, чтобы встретиться с инвестором и там накрыть, условно говоря, стол, это тоже деньги и инвестиции. Даже если мы говорим про краудфандинг, да, это пожертвование, то стоимость денег в краудфандинге 20% – это статистика краудфандинговых платформ. То есть, если вы хотите, условно, собрать в качестве благотворительности 10 миллионов рублей, у вас должно быть на кармане 2 миллиона, которые вы вложите в раскрутку, чтобы собрать на помощь кому-то 10 миллионов. Ну, таковы условия капитализма, можно так сказать. Вы вкладываетесь в рекламу, чтобы получить больше, в нашем случае, денег. Вот туда эти деньги и были потрачены. Я надеюсь, что вопрос… Ну, понятно, да, естественно, есть стоимость просто провода комиссии. Я думаю, вы знаете, вы даже когда картой в пятерочке расплачиваетесь, 2% банк забирает у пятерочки. То же самое у нас. Каждый банк, каждая система, которую вы платите в личном кабинете, щипает, щипает, щипает везде. А конференции стоят денег. Мы проводим… Сколько сейчас конференций в месяц, Павел Шацкий, если ты здесь? Не знаю, 5-10 конференций в месяц по всему миру мы проводим. Это стоит денег. Реферальные выплаты. Сколько сегодня людей подняли руки, что они партнеры? Кто партнеры здесь? Ну, как минимум, да, половина. Кто-то стесняется, не поднимает руку. Вот туда эти деньги уходят. На самом деле абсолютно никаких секретов здесь нет. Личный кабинет, все его хвалят, говорят, вот быстро стал работать. У нас целая команда IT работает, чтобы эта платформа работала. Они тоже получают зарплаты. Техническая поддержка, вы обращаетесь, да, вам отвечают на вопросы, рассказывают, как проинвестировать. Эти люди тоже получают зарплату. В общем, чтобы эта система работала, людям что-то нужно кушать. Поэтому многие процессы стоят денег. Но вопрос, да, оправдано ли это? Ну, давайте ответим на этот вопрос, выйдя из этого зала и посмотрим, что у нас в итоге получилось. Я думаю, это будет лучший, скажем так, ответ на этот вопрос. Я надеюсь, что я ответил. Не извилисто, прямо, понятно. Так. Шорт, шорт. Переводчик нужен нам. Последний вопрос. В этот раз, как? То есть, что последний? Вспоминается, никто. Я Джон Маринин Гуа, 外国 Африка. Я не работаю, микрофон. Я говорю, что я не работаю. Я говорю, что я не работаю. Я выходил из Габон, но я в Каморне. И у меня есть вопрос, это бедно, но я хочу задать ее. Я бы хотела задать ее на технике. Я хочу сказать, я уже благодарю нашим инженерам, Джоненов. Не уходите, пожалуйста, у нас будет еще общая фотография. Это очень важно, пожалуйста. Если у нас есть инвентарный мотор электрический, я также желаю, чтобы он мне скажет, как он может, чтобы мы смогли сделать этот мотор в газ. Я благодарю вас. Большое спасибо, да, и большое спасибо Дмитрию Дуйнову за то, что разрабатывает моторы. Вопрос такой, когда он сможет газовый мотор предоставить нам? Газовый? Смотрите, если мы говорим о том, какие моторы двигателей разрабатывает компания с Овалмаш, Дмитрий Александрович Дуйнов в частности, это электрические моторы, это синхронные двигатели. Я думаю, что компетенции, возможно, и хватит этого человека сделать нам что-то помимо асинхронных двигателей. Но давайте мы все же закончим с тем проектом, который ведется сейчас. И по результатам его деятельности уже можно будет говорить о каких-то других направлениях. Но сейчас все силы сконцентрированы именно на разработке асинхронных электродвигателей, общепромышленного исполнения, тяговых для электротранспорта, для инструмента, специального назначения и многого-многого другого. В принципе, для всех сред жизнедеятельности человека. Поэтому нам бы с этим разобраться. Как только разберемся, поговорим о следующих шагах. Спасибо. Спасибо большое. И на этом мы завершаем нашу официальную часть.